Раз, два, три. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Всем привет. Напишите нам, пожалуйста, в чат, всё ли хорошо со звуком, с видео. Должно быть хорошо. Да, всё как вы любите. Ждём. На вас тоже смотрит Тимур, и не только Тимур. Так, нужно в чате... Плюсики. Ждём ваших плюсиков. Ага, всё хорошо. Вох, не терпится, дичь. Всё хорошо. У нас первая трансляция с новой веб-камеры. Вот, поэтому можете заценить для тех, кто видит вообще разницу и чувствует. Потому что некоторые люди не наблюдают таких вещей, если им специально об этом не напомнить. Вот. Предыдущая у нас была трансляция в сентябре. Вот. На эту веб-камеру мы уже записывали пару видео про соционические подтипы я рассказывал, зачитывал из книги нашей, поэтому уже она опробована в качестве записи. А вот трансляцию пока не делали. Вот. Мы красненькие сегодня, да. Красненькие. Так, что у нас тут с чатом? А что с чатом? Что с чатом? Там можно поставить... Допустим. Идёт как идёт. Идёт как идёт. Так, 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 так. В режиме реального времени. Ага, это нужно было раньше выставлять. Ну, неважно. Хорошо. Значит так. У нас уже тут начинаются вопросы по поводу дичи. Товарищи, немножко контекста. По поводу чего мы сегодня с вами собрались. У нас сегодня наш вебинар посвящён соционической дичи. Как вы знаете, для тех людей, которые в соционике больше, чем одну неделю, в соционике очень много можно найти всякой разной дичи. Вот. И некоторые из них достаточно выглядят анекдотично и смешно, из-за чего люди посторонне начинают думать, что соционика – это просто какой-то бред непонятный. Вот. Это первое, на что они натыкаются, просто в интернете забив слово соционика и начав что-нибудь читать. Есть те, кто более опытный, кто пытается в этом во всём разобраться, сталкивается с полнейшей кашей в определениях типов, в самих дихотомиях и, конечно же, в типированиях. Вот. О способах типирования мы с вами сегодня обязательно поговорим, о всяких разных таких фриковских и диковатых. И за время существования соционики очень много всего в ней появилось, приходили всякие разные люди, некоторые очень странные, вот. И они занимались, и некоторые даже занимаются до сих пор соционикой, и привносят туда некое своё творчество. Вот. И поскольку в соционике нет никаких авторитетов, творится полнейшая демократия в самом худшем смысле этого слова, то, соответственно, каждый типирует, как ему вздумается, как ему хочется. И иногда это принимает комичные формы. Я думаю, что многим из вас в личку писали всякие странные люди, которые вас типировали, присваивали вам номер, по вашей аватарке определяли всю вашу, в общем-то, соционическую и прочую канву, и, соответственно, вам назначали какой-то свой номерок и пытались ещё вам чего-нибудь доказать. Вот. Такое, я думаю, многие из вас пережили. Вот. Но это только верхушка айсберга. Вот. И для того, чтобы проникнуться глубиной дичи, достаточно сходить на какие-нибудь соционические площадки, где свободное обсуждение. Ну, допустим, форумы, там, типирование знаменитостей, типирование вообще известных людей, неизвестных, каких угодно. Каждый аргументирует, как ему хочется. У нас на эту тему есть статья на сайте, как отличить там устаревшую соционику от какой-то неустаревшей. Вот. Знакомые лица у нас тут в комментариях. Вот. Всем привет. Ещё раз. И что ещё? Ну, в первой части мы с вами поговорим по поводу диких всяких методов, всяких кул-сторий. Я думаю, что и у вас тоже такое бывало, когда вы ходили куда-то типироваться, или когда вас кто-нибудь типировал принудительно. Принудительное типирование – тоже интересное такое явление, когда человеку вообще эта соционика не нужна абсолютно, он убегает, но его бегут за ним вслед, его типируют просто. Подожди, ты там, Дон Кихот 4152. Да, вот ты сейчас убежал, потому что ты Дон Кихот, это у тебя сработало ограничительно, и тебе проехались по болевой, и ещё у тебя под тип ГБ. Да, и мы уже нашли тебе дуала, подожди, куда ты? Вот, примерно так это всё выглядит. Поэтому сегодня мы с вами это и обсудим. А во второй части, во второй части мы поотвечаем на ваши вопросы, ну, мы, в принципе, и в первой части тоже будем на ваши вопросы отвечать. Вот, как и обещали, у нас будет некоторая секретная информация от Екатерины, вот, поэтому готовьтесь. И в целом постараемся объяснить, не просто там посидеть, поржать и про какую-то дичь порассказывать, а объяснить, почему это дичь, что с этим не так. Потому что к нам вполне всерьёз приходят люди типироваться, и после типирования, или во время типирования, или вообще просто задают вопросы по поводу соционики. Мы обсудим, какие это бывают вопросы, и непонятно, откуда они это берут, зачем они в это верят, и почему вообще у людей в головах поселяются такие странные мысли. Вот, мы хотим как-то об этом поговорить и объяснить, что, ребята, не надо так. Да, отдельной темой заслуживает, конечно же, физиогномическое типирование. Это тема, которая всплыла, наверное, практически сразу, как только соционика появилась, начали обсуждаться первые способы, как определить человека. Вот перед вами человек, как его протипировать можно. И поскольку понимания изначально не было, что именно является типом, а что нет, потому что еще Аушера описала типы как набор то поведения, то обработки какой-то информации, то там у нее появлялась плазма, то тело, то политакты. Кто читал Аушеру, я думаю, те могут вспомнить эти страшные заклинания. Но тут у нас получается такая ситуация, что изначальных критериев не было, поэтому каждый предлагал что-то свое. Кто-то типирует только по поведению, кто-то типирует только по физиогномике, по признакам Рейнина, которые появились чуть позже. Трактовок, функции целая куча. И буквально недавно в группе, ну не так давно, я делал репост, там была расшифровка аспекта белая логика. Вот у нас там обсуждение такое достаточно бурное было. Потому что там было собрано такое, что это нельзя было проигнорировать и как-то вообще просто пропустить мимо глаз. Буквально сегодня про белую логику мы смотрели один очень интересный разбор на очень интересного соционика. И там прозвучала такая фраза, что человек прочитал описание типов и квадр, примерил их на себя и понял, что ему подходит что-то определенное. Это же анализ, это же белая логика. Ну то есть потрясающе. То есть никто, кроме белых логиков, Гексли, наверное, вообще не способны не прочитать ничего, не осознать. Это просто такие... Я даже не знаю, что должно быть с людьми не так, чтобы у них это так не работало. Ну да. Поэтому описаний таких очень много. И отдельная специальная олимпиада, это когда типируют не просто известных людей каких-нибудь, а тех, кто сами занимаются соционикой и типируют друг друга. Это такое бесконечное колесо сансары, в котором все просто крутятся, что-то друг другу вроде как доказывают, но на самом деле ничего не получается доказать. И просто она продолжается и продолжается. По поводу наших типов, я собрал 12 версий соционических из 16. Пока что сколько лет уже ничего не добавляется. Ни разу не типировали меня в Гюго, Дюму, Наполеона и в Гексли. Вот эти 4 типа почему-то мимо прошли. Почему-то как-то не получается мне пока что быть энтузиастом, посредником, советчиком. Вот это вот все. Все остальные типы были, то есть вплоть до конфликтных. Габлет и Габен легко уживаются в одном человеке, абсолютно нормально. Тимура типируют в Габлета и Габена, меня тоже типируют. Хотя нет, в Габена меня не типируют. Не типируют тебя в Габена. Но все равно у меня больше верхий. У тебя больше, чем 12? У меня, по-моему, 13 или 14. Ну, то есть, да, там, Гюго и Бальзак одновременно, это хорошо. Это такая биполярочка немножечко. У человека оба конфликтера, они находятся в нем и как бы периодически проступают наверх. Вот. Может быть такое, что интроверт-экстравертный. Не может. То, что интроверсия и экстраверсия это дихотомия, которая определяется вполне себе. Вот, преобладающая установка, все есть. Все зависит от методики. Психологи придумали хитрый такой иезуитский термин амбиверт, чтобы типа, а вот я и такой, и сякой. Но всегда речь идет о преобладающей установке, потому что наша психика, она как такая, как весы. То есть, есть интровертная часть, и экстравертная. И все функции тоже, они уравновешены, но какие-то чуть больше. Если есть такая путаница между экстраверсией и интроверсией, то, скорее всего, путаница просто в определениях. Потому что есть психологическое, но мы тоже на канале, мне кажется, у нас есть видео по этому поводу. Есть психологическое определение экстраверсии и интроверсии, которое завязано просто, кто больше общается с людьми, тот экстраверт, кто меньше общается с людьми, тот интроверт. Есть соционическое определение экстраверсии и интроверсии, и там уже все немножко сложнее. Вот, поэтому просто определитесь с терминами, с понятиями, и отпадет такая болтанка. Потому что есть либо то, либо другое. Ну да, и забавный момент, вот я тут пару дней назад публиковал видео на английском языке, там я добавил, туда упомянул. Есть такой популяризатор вообще идей интровертов, Сьюзен Кейн, известная такая женщина на Западе, она выпустила несколько книжек, по-моему, про интроверта, что какие интроверты классные, почему нужно не шуметь в присутствии интроверта и всякие такие вещи. Вот, но самое забавное, что она экстраверт, вот, ну то есть она экстраверт, который всем рассказывает, как нужно бережно относиться к интровертам, и описывая себя, она описывает экстравертного логика с низкой эмоцией. Но это мы используем, конечно же, свою терминологию, потому что на Западе про соционику толком не знают, там есть какие-то видео, вот я пытался гуглить, смотреть, что есть на Ютубе, но по соционике там все очень плохо. Если сравнивать с тем, что у нас соционика происходило, то в англоязычной соционике сейчас где-то 2001-2002 год, вот, то есть они еще тока-тока еле-еле раздупляются и пытаются думать о том, какая там бывает дуальность, какие бывают типы и все такое прочее. То есть там информация вся по соционике доступна на Западе только в переводе, причем эти источники зачастую уже глубоко устаревшие, просто адские. Вот, а про психософию там вообще ничего не знают, потому что есть на Википедии статья «Psychosophy», и это вообще не про психософию, не про ту, которую мы с вами изучаем, вот, а про какую-то другую, связанную с философией, вот куда-то туда. Просто такой термин, который они начали использовать, и у них он имеет другое значение. Про саму типологию ничего нету, вот, поэтому про психософию тоже будем постепенно рассказывать. Друзья, сегодня нет смысла спрашивать про отношения третьей и четвертой физики, потому что у нас жестко тематический вебинар. Вот, вы можете спрашивать, например, я слышал, что говорят, что габены, они любят там, ну, диваны, это, конечно, самое распространенное. Любят диваны, мебельный магазин их так и притягивает просто. Что вы думаете о такой теории? Или я слышал, что вот Дон Кихот и самые необщительные экстраверты, там, что вы об этом думаете? То есть вот такие какие-то стереотипы из области соционики мы будем обсуждать и комментировать. Да, буржуев опередили, потому что соционика появилась все-таки в Советском Союзе, вот. А на Западе, конечно, у них появилась MBTI раньше, но MBTI в плане концептуальном, конечно, это изначально была очень слабая концепция, и она никуда не пошла. То есть она очень хорошо популяризировалась, но в ней нет никакого смысла, потому что она размытая очень, и там критерии типов намного хуже, чем даже старая соционика. Поэтому в плане концептуальном соционика это шаг вперед по отношению и к типологии Юнга, и к MBTI, но тем не менее в соционике тоже хватает своих проблем, которые, как нам кажется, мы по большей части уже решили на данный момент, но там есть еще много сфер, которые еще не исследованы, и исследования продолжаются. Потому что любое научное знание, как бы там кому не хотелось, соционика это все-таки научное знание, вот, а признано оно или не признано, это другой вопрос, оно может развиваться только путем исправления своих собственных ошибок, и только так можно двигаться дальше. Иначе бы все стояло бы на месте, и никакие бы новые теории не опровергали старые такие вот дела. В психософии дичи намного меньше, я бы, мне хочется сказать, что основная дичь сосредоточена в первоисточнике. Ну это другой вопрос, да. Да, но это, ну там не то чтобы дичь, просто очень утрированное описание, но опять же Афанасьев сам говорил, что он это делал намеренно, а так в целом как-то психософия более адекватно к ней подходит, и как-то ровнее, наверное, потому что она просто не так популярна, и не успели еще пройтись. Вот, кстати, вот дичь уже немножко пошла. И там меньше пространства в психософии для какой-то яростной жести. Яростной жести, да. Описания психософски, они слишком привязаны к личности, мы об этом рассказывали, и там, конечно, диковато описаны всякие первофизники, никто не хочет быть первой физикой, вот. Вообще, наверное, стоит об этом сказать, мы давно планировали об этом сказать. О чем? Да, самая презираемая функция, самая нежелательная, самая проклятая, просто ни за что, уберите это, фу-фу-фу. Это как будто бы, знаете, у нас, я не знаю, на уровне менталитета у нас сидит, что вот эта вот психософская функция, это что-то неприличное, такое плохое, что это вот прям некрасиво, если у тебя такая функция. При этом большинство, она высокая. Да, и эту физику хотят все спихнуть куда-нибудь подальше. Большинство людей с высокой физикой, с первой либо второй, то есть это пока такая тенденция довольно яркая, которую можно наблюдать невооруженным взглядом, что называется. Но просто у нас вот, ну, каждую неделю обязательно приходит кто-нибудь типироваться. Ну, чаще это, конечно, у интуитов такая бывает штуковина, потому что первофизники в психософии описаны как сенсорики с первой физикой. И интуиты хотят эту физику спихнуть желательно в четверку, ну, или хотя бы в троечку, если там хоть что-то они у себя нашли. Но чаще всего физика оказывается первая, вот, бывает, что и вторая, но главное, что только пониже, вот, и это просто сплошь и рядом, это постоянная такая картина, и очень часто она наблюдается. Я не знаю, откуда такое, может быть, это как раз-таки отчасти первоисточник так повлиял по психософии, потому что Афанасьев описал первую физику максимально рельефно просто. Можно там увидеть какого-то маньячину, но первой физики далеко не всегда такие, есть первой физики гораздо адекватнее, их много адекватных, то есть не нужно прям до таких утрированных. Это вот из разряда такой дичи, которая, к сожалению, ну, вот она присутствует в психософии, поэтому никто не хочет быть первыми физиками. И самый, наверное, попсовый такой тип, вот мы как-то рассказывали, что попсовенький тип по психософии, все девочки хотят быть Андерсонами, эмоция, логика, воля, физика, это просто такой топчик. Вот, а все парни хотят быть лао-дзы, это самый популярный тип, вот, по психософии, среди людей, которые в психософии пока не очень хорошо разобрались, вот, они все хотят быть лао. Я не знаю, что это, откуда это, это портрет идеального мужчины, что ли, с позиции нашего общества или что? Ну, это очень странно, тут вот спрашивают, почему, почему, почему так происходит, непонятно почему, реально как будто бы это на уровне менталитета, потому что, ну, это долгая тема, просто на уровне менталитета. Если мы еще что-то выковыряем, почему это происходит, расскажем. К нам постоянно приходят люди, почему-то вот никто не хочет эту физику у себя видеть, к нам приходят люди, рассказывают, как для них важно, что они покушали, что они попили, куда они сходили, где они живут, рассказывают, как много они работают, они работают руками, они там, не знаю, танцуют, вышивают, строят дома, перекапывают огород, и в конце говорят, я думаю, у меня четвертая физика. Конечно, ага, в основном, как говорится. Да, то есть самотипирование такой сложная штука, и вот вплоть до таких кренделей у людей в голове происходит, потому что восприятие вот себя и, ну, как-то вот оно не стыкуется с реальностью. Да, кто-то пишет, что вот первая физика девушка хотела быть первой физикой, так и оказалось. Ну, это значит, что у вас с принятием себя все хорошо. То есть очень важный момент, когда человек субъективно себя как-то видит и объективно со стороны другие люди смотрят, и это более-менее совпадает. Потому что если картина не совпадает, с таким человеком тяжело работать, потому что он может сам про себя нафантазировать все, что угодно, и пока вы не совпадете с ним в его представлениях о себе, ничего не получится. Точнее, если вы не совпадете. Скорее всего, вы не совпадете. Еще такая дичь, что если у человека, допустим, логика не первая, значит, он вообще не умеет думать. Значит, он тупой, особенно если четвертая. Да, а поскольку в социуме такая есть установка, что женщины должны быть эмоциональны, поэтому у нас все девочки типируют себя в Андерсона с первой эмоцией, то мужик должен быть логичный. Вот, неважно, какой у него тип, неважно вообще, ничего не важно, просто он будет лао-дзы и все. То есть первая логика, это значит, что он типа умный. Вторая воля, это значит, что он такой весь подстраивается под окружающих, он такой благородный. Третья физика, это значит, что у него не очень... Это значит, что он еще более благородный. Да, это значит, что он совсем благородный, материально для него не важно, и у него, скорее всего, не очень с работой. И последняя эмоция, он безэмоциональный, потому что он мужик. Ну, то есть, я не знаю, наверное, так как-то, ход рассуждений, может быть, как-то иначе. Но вот лао-дзы, это просто топчик. При этом люди с такими типами попадаются, не сказать, чтобы особо часто. И чаще всего вот эти вот все лао-дзы оказываются чеховыми, арестипами, может быть, эпикурами, вот что-то оттуда. Поэтому вот такая какая-то ситуация, вот с этим лао-дзы, я не знаю, какое-то проклятие непонятное. Вот. Могут ли все члены семьи, четверо, быть из разных квадров? Еще как могут, да, это обычная ситуация. И тут, кстати, в пору про следующую дичь поговорить. Про искаженный тип. Да, да, да. Вот мы поговорим поподробнее по этой теме. Это вот как раз вот примерно о том, о чем вы спрашиваете. Мы уже рассказывали не так давно, у нас пару дней назад было видео «Страшная правда про воспитание, характер детей и родителей». Мы там говорили о том, очень коротко повторю, что тип родителей и тип детей, скорее всего, вообще никак не связаны. То есть может родиться кто угодно, и этот механизм пока что не обнаружен, как именно типы передаются. И может родиться даже конфликтер, и это вполне себе такая вот случается ситуация. И поэтому все четверо членов семьи могут быть из разных квадров очень даже легко. Вот. Может родиться там конфликтер одному из родителей, ревизор кому-то из родителей, или родители ревизоры. То есть это чистая лотерея. Поэтому отсюда же возникает следующий вопрос. Когда человек начинает самотипироваться, не имея представления о том, что относится к типу, что нет, он начинает серфить, гуглить в интернетах, что есть по социологии, как можно себя типировать. Но самый простой способ, которым идут люди, это почитать описание, выбрать тот тип, который понравится. А в описании зачастую какая-то случайная просто ерунда. Написано, что там он весь такой строгий, принципиальный, носит усы. Вот. Ему нравится портвейн, значит он Максим Горький. Ну и вообще описание типов это такая спорная штука, по ним типироваться. Даже если оно очень хорошее, оно все равно будет описывать часть типов. Вот. И поэтому получается, что человек типируя себя так или иначе, да, тестики еще подсказывают, да, конечно, по тестикам. Ну это хоть какой-то, чтобы иметь ориентир. Но если человек увлекается так это всерьез, начинает читать противоречивые разные версии соционики, пытается как-то себя типировать, то по поведению, то по внешности. И потом он, допустим, приходит типироваться, допустим, к нам. К нам очень часто приходят люди, которые уже устали, которым просто задолбало, уже они прошли там либо нескольких социоников, либо пытались где-то учиться, и там была какая-то просто лажа. Либо они пытались разобраться, ничего не получилось, либо их достали все окружающие знакомые, которые их типируют во все типы. Вот. И они просто хотят уже поставить точку в этом вопросе. Вот. И когда мы человеку рассказываем, какой у него тип, как правило, там есть что-то около из тех версий, которые человеку называли. Но бывает, что все вокруг, но не в тот тип, который нужен. Либо бывает этот тип один из тех, которые человеку называли. Но нельзя же до конца быть уверенным, если ты просто слушаешь людей, которые читали по соционике не больше, чем ты. Ну там почитали, там пару описаний. А ты там, Дон Кихот, потому что ты несешь фигню, например. Вот. Это тоже такой стереотип, достаточно странный. Вот. И тогда человек начинает придумывать какие-то дополнительные объяснения, почему он не тот тип, который в итоге получился. И тут возникает следующий вопрос. А если я рос с конфликтером, тетка у меня, значит, дюма, у меня есть легкое влияние черной этики, у меня задавлена базовая, при этом мне давили на фоновую, акцентировали мне болевую, мне брат акцентировал болевую, и при этом я ходил в школу, в которой были все есенины. Вот. Они мне добавляли белой интуиции. То есть человек начинает придумывать такие очень хитрые объяснения, которые как бы должны срастить всю вот эту конструкцию, которую он по поводу себя придумал. Но в 99% случаев это все убирается тем, что человек начинает понимать и разбираться, если он хочет, конечно, где тип, где не тип. Что с типом связано, а что не связано. И тогда оказывается, что это просто, например, не знаю, там, это просто драйзер. То есть без всяких вот этих вот искажений, акцентов, масок, каких-то там доп-подтипов, какие-то супер-пупер у него там акцентуации. Почему-то у очень многих людей, которые типируют себя сами и читают соционику, изучают по интернетам, форумам, в общем, просто все, что видят по соционике в интернете, все подряд читают, у них есть вот эта вот странная мысль, что тип обязательно должен быть у них какой-нибудь поломанный, искаженный, деформированный. И они себя типируют там в какого-нибудь, не знаю, что они, Габен, но они ведут себя как Джек, потому что... Они в маске Штирлиц. Да, ну потому что там и начинается длинный список причин, но основное это вот эта мысль, что тип может сломаться, что у вас там обязательно какая-то страшная деформация, страшные искажения. Вот, но почему-то никому не приходит в голову, что с вами все нормально, просто у вас вот так устроено все. Вот у вас есть такой-то тип, который проявляется, и это вполне себе очень хорошо видно, без каких-то сложных придумываний и додумываний. Вот видно там одну функцию, другую, третью, пятую, четвертую, семантика на месте, внешние признаки на месте, все на месте. Но человеку почему-то кажется, что он какой-то совсем другой на самом деле, просто вот его жизнь как-то очень сильно покорежила. Просто она его била сильнее, чем остальных, и ему после всех этих страданий сложнее протипироваться, хотя на самом деле проблема существует только в его сознании. Человек, приходя к нам, например, заполняет анкету, нормальная, ровненькая анкета, все признаки на месте, хорошо проявлен тип, без каких-либо проблем, то есть все окей, но ему кажется, что у него какая-то дикая травматичность. В общем, если вы типируетесь, и вам приходят в голову такие мысли, то с вами все нормально, все хорошо, и тип у вас какой-то определенный, который вполне себе видит и вполне себе нормально проявляется. Потому что какие-то психологические травмы, жизненные сложности, это со всеми происходит. Но тип это такая структура, которая как-то слишком уж сильно деформироваться, она не может. Могут быть, тип может по-разному наполняться, мы об этом говорили, но это не деформация, это просто вариант наполнения. Тип может по-разному проявляться, то есть не все джеки предприниматели, не у всех есть, не все они миллионеры и какие-нибудь там супербанкиры. И это тоже нормально, потому что есть разные варианты проявления типов. Каждый аспект, ну, вообще, если взять всю информацию, которая существует, и поделить на 8 кусков, эти куски будут очень большие. Вот, поэтому описания по этой же причине работают не очень хорошо, потому что вариантов проявления одной и той же функции, одного и того же типа, их может быть довольно много. Вот, поэтому с вами все в порядке, не нужно усложнять себе жизнь, не нужно думать, что у вас там что-то такое, какой-то ужас, кошмар, и вы на самом деле какой-то не такой. Ну и да, кстати, это касается, и, допустим, вы могли проходить такое типирование, либо пойдете к кому-нибудь, не к нам. Если вам называют результат, и к этому еще в нагрузку целую кучу вот таких объяснений, то есть вы Есенин, но у вас прокачана болевая, это все потому, что у вас брат там пастернак, и потому что у вас дедушка был Жуков, и там Штирлиц, где-то сосед на вас тоже повлиял. Вот если это все сопровождается такой очень сильной конструкцией по объяснению каких-то доп. акцентов, то, скорее всего, это лажа. То есть, скорее всего, тип какой-то совершенно нормальный, вот, нормальный, адекватный. Все намного проще обычно. Все намного проще. То есть, это просто другой тип, скорее всего. Многие так воспринимают психософию. Вот есть разряд, есть направление, скажем так, в соционике, которое психософию вообще не воспринимают, считают, что, типа, те, кто психософию использует, они просто не понимают соционику, и все такое прочее. Но это значит, человек запихивает в соционику то, чего там быть не должно, любит типировать, скорее всего, по поведению. Дело в том, что вот эти все противоречия, которые между типами, между тождиками, очень легко увидеть, что не каждый джеклон почему-то успешный, не каждый Максим Горький строит систему, потому что мы вот на канале у нас публиковали видео с Максимом, который занимается стендапами и импровизацией. Вот, я думаю, это может порвать шаблон так неплохо. Вообще о том, какие они бывают, чем они могут заниматься. Вот, поэтому между тождиками, очевидно, есть различия. Вот, и не нужно это объяснять какими-то супер-пупер-доп-акцентами, либо его типировать в другой тип, просто на который он похож. Нужно просто обратить внимание, что есть такие свойства психики, которые объясняются через ту же психософию. Да, тип не может деформироваться настолько, чтобы у вас озвучивалась ролевая больше, чем базовая, например. Или какая-нибудь болевая ярче, чем творческая. У вас, например, болевую видно, а творческую не видно. И опять же, начинаются вот эти сложные объяснения. Так не бывает. Тип, он так устроен, это просто фильтр восприятия информации, способ восприятия информации. И на это как-то сложно повлиять. Вы над этим, над своим типом невластны, над какими-то его настройками. Вот, и что бы с вами в жизни не происходило, у вас все равно будет базовая функция, и вы все равно по ней будете воспринимать информацию лучше. Вот, а по ролевой информации будете воспринимать хуже. Вот и все. Есть мнение, что базовая функция отключается вместе с вами только в конце жизни. Ну да. Вот, а так она никуда не девается, ее нельзя задавить настолько, чтобы у вас резко выскочила фоновая, к примеру, или еще что-нибудь такое. То есть, это настолько жесткая структура, это вот, ну, если вы дышать перестанете, тогда у вас и базовая, наверное, отключится и задавится. Вот, поэтому такой вот момент. А по поводу жизненных идеалов, вот, это тоже очень хороший вопрос, и много дичи с этим связано. А что за вопрос? А, ну вот, жизненные ценности противоречат квадровым ценностям. Это очень хороший вопрос, и он тоже связан с дичью, потому что дичи тут навернуто много. Дело в том, что, как и с социальническими типами, в 80-е еще годы, вот, Виктор Гуленко, видимо, это от него пошло изначально, он первым описал квадровые ценности. Вот, квадровые ценности – это такой некий концепт, который должен быть присущ людям из одной квадры. У нас в учебнике есть описание квадровых ценностей, но там есть сразу оговорка очень четкая, что примерно в половине случаев эти квадровые ценности у человека могут быть невыражены. Либо выражены очень странно, либо очень частично, но это не отменяет самого типа. Поэтому мы прежде всего смотрим на аспекты. А вот когда у человека жизненные ценности якобы противоречат квадровым ценностям, если он нормально протипирован, то есть мы реально… Самый простой пример. Виктор Гуленко гамма-квадро представил как квадро предпринимателей. У многих в сознании включается некий советский шаблон. А, это проклятые торгаши, которые мать родную продадут. Я не из таких. Вообще я ненавижу торгашей, всех бы на вилы поднял. Говорит нам очередной Джек, исповедующий коммунистические ценности. Я таких видел очень много, и вы можете очень легко таких пронаблюдать. Вообще, то, что касается каких-то идеологических предпочтений, оно может очень сильно расходиться с тем, что было написано в описании квадровых ценностей. Самая главная штука, если уж говорить о той же самой гамма-квадре, например, очень часто гаммейские логики типируют себя в бытанские логики, потому что им нравится атмосфера какой-нибудь борьбы, вообще бороться за что-нибудь, за идеалы, революцию строить. Мы в книжке это описывали, это подтверждено многократными наблюдениями, многие десятки раз просто подтверждено. Самая революционная квадра, ребята, это гамма. Гамма, не бета. Бета не устраивает революции. Бета-порядок навозят после того, как случилась революция, потому что революция это толчок, это все раскидать, они не думают о том, что будет завтра, они хотят развалить, разрушить, потому что мало свободы, потому что кого-то ущемили, потому что права народа, потому что всем нужно какого-нибудь уравнять, нужно обязательно кого-нибудь. В общем, начинается вот такая вот фигня, это все про такие гаммейские ценности, каноничные. Не у всех гаммейские ценности выражены именно так. Есть, смотрите. Много вариантов проявления типов. Я сейчас прям приведу конкретный пример, вот конкретнее некуда. Вы просто охренеете, надеюсь. Смотрите, есть у нас такой тип, логикоинтуитивный экстраверт Джек Лондон. Один вариант этого типа может быть жесточайший капиталист, который исповедует американские либеральные ценности, свободная экономика, собака ест собаку, кто успел, тот и съел, если ты ничего не можешь, ты лох, например. Есть такие представители, например, Олег Тиньков, типичнейший просто Джек, вот он как раз такой Джек американского подтипа. Вот, то есть он и в Штатах жил долгое время, и там бизнес замутил, и у него все получилось. Но это не значит, что у всех Джеков получится бизнес. Это как у нас, это некоторые ребята приходят, они узнают, что они Джеки, и они говорят, а я думал, что я Есенин, я пробовал 15 бизнесами заниматься, что-то мне не очень пошли. Вот, я вот думаю, стоит ли мне по болевой продолжать что-то делать? Чувак, если бы ты был Есенин, 15 бизнесов, нет, но не получилось бы. Ну, даже не думали бы в ту сторону. Ну да, даже в эту сторону не думали. Поэтому есть вот такие Джеки Лондоны капиталистического подтипа, да? Есть Джек Лондон, Алексей Кудрин, либеральных абсолютно взглядов, которые за либеральную экономику, многие его считают национал-предателем, что он, это самое, повязан с западными элитами, хочет уничтожить все. Вот, есть такой руководитель Сбербанка, Герман Греф, тоже Джек Лондон, либерального-либерального подтипа. А теперь мы берем других Джеков Лондонов, например, это Дмитрий Гоблин Пучков. Это тоже Джек Лондон, но я бы уже сказал социалистическо-коммунистического подтипа. Чуть более радикальных взглядов придерживается такой обозреватель Константин Семин. Он тоже Джек Лондон, который клеймит тех же самых либералов своих тождиков, своих сокладреников. Ребята, понимаете? Так бывает, это нормально. Это нормально. И поэтому вот Джеки Лондоны, это очень разношерстный... А, Алексей Навальный, который, ну, скорее, лево-радикальных взглядов, но при этом не социалистических. То есть это такая... У него лево... Я даже не знаю. Лево-радикальная, да, революционная такая. Но при этом революционная есть в сторону капитализма, а есть революционеры в сторону социализма. И то, и то это гомистские ценности, ребята. Весь прикол в том, что, да, они стремятся к разному распределению собственности, да. Коммунисты хотят, чтобы госсобственность была доминирующей и чтобы средства производства принадлежали государству. Но при этом, что те за равенства, что эти за равенства, просто это разные равенства. И то, и это проявление гаммийского демократизма. Но оно уже в конкретных проявлениях, там это будь то либерализм, либо будь то коммунизм, это и то, и то гаммийские ценности. Великую Октябрьскую революцию в основном мутила гамма. Конечно, там и Владимир Ильич Ленин сыграл свою роль. Надо его еще проверить. Да, но скорее всего он был Жуков. А Джеки Лондона а-ля Лев Троцкий, Держинский, я думаю, что их там была целая куча. Целая толпа была, да. Да, и точно так же, вот тоже самый Семин приглашает к себе Джеков, таких же коммунистического подтипа, они рассказывают, как бы нам поскорее на вилы все поднять. Все еще только давай не про коммунистов. Да, хорошо, это моя любимая тема просто. Начинает бомбить и полыхать. Да, я просто очень эту тему изучаю, изучаю феномен коммунизма, откуда он берется и почему он бывает. В общем, в целом, если подытожить, прямой связи между квадровыми ценностями и личными ценностями человека нет. Есть какие-то варианты проявления квадровых ценностей, которые встречаются часто, и это как раз вы можете увидеть в описании. То есть вот эти самые Джеки вроде Тинькова, такое бывает, это яркий представитель, и они известные люди, они на виду, поэтому их описывают, поэтому это представляют как вот какой-то яркий пример. Но это не значит, что это единственно возможный вариант, единственно возможный пример, вот какими должны быть ценностями, как это должно проявляться. То есть есть разные варианты, прямой связи нет. И может быть спокойно взаимная ненависть и полное несовпадение по всем принципиальным позициям между тождиками, с аквадрениками, которые вроде как должны одни и те же ценности исповедовать. Поэтому вот такая хитрая штука. Если вы нормально протипированы, и вы точно, например, вы Джек Лондон, не будем далеко ходить, и если вам какие-то такие капиталистические американские ценности вам не подходят, это не значит, что ваш тип противоречит ценностям или ценности противоречат вашему типу. У вас же есть какие-то жизненные ориентиры. А если вы из гаммы, значит такое тоже бывает в гамме. И это никак ничему не противоречит. Просто квадровые ценности это уже такая вторичная штуковина, на которую мы не призываем ориентироваться. Мы сначала типируем человека, а потом смотрим, у него квадровые ценности проявлены или нет. Если да, то как именно. Вот только такая цепочка может быть. А не то, что человек призывает там к чему-то, давайте у нас все будут предпринимателями, например. Это еще ни о чем не говорит. Это может быть кто угодно. Может это Есенин подвыпивший. Или если человек что-то отрицает. Вот, например, человек сказал там что-нибудь, у меня там мало друзей. Ему говорят, вот, это у него белая этика неценностая. Или он говорит, я вот не умею налаживать контакты с людьми. Говорят, вот он отрицает сейчас белую этику. Типировать по отсутствию чего-то, это тоже плохая идея, потому что мало... Это очень какая-то странная вообще мысль, что можно найти отсутствие чего-то, и поэтому отсутствие предположить, что у него есть присутствие чего-то там другого. То есть вы, если вы там нашли отсутствующую белую этику, ну, вы же ее нашли. То есть он там что-то про нее говорил, он что-то про нее рассказывал. Вот вы просто решили, что она там у него отсутствует. А что, если у него нет белой этики, у него должна быть какая-то другая этика. Ну, вы нашли только белую, но почему-то решили, что он ее отрицает, значит она отсутствует. В общем, это такие очень странные вещи и странные идеи, и тоже не надо так. Может ли Робиз Пьер или Достоевский быть революционером? Очень вряд ли. Все-таки вот в плане аспектов такие штуковины глобально срабатывают. То есть если у человека ЧАЭС болевая, тематика власти, борьбы, захвата чего-то там, она просто неинтересна. Да, такие люди постараются как в стороне просто остаться от таких тем, потому что если начинаются там революции, войны, всякие вот эти вот тусовки, там центральные квадры и какие-нибудь, если из периферии, то это будут сенсорики. Потому что периферийные интуиты, они максимально далеки от этих тем. Да, от борьбы, от политики, то есть это вот максимально они там не находят себя чаще всего. Ну вот может ли Робиз Пьер и Достоевский быть революционером? Это все равно, что спросить, может ли там Есенин... Основать транснациональную корпорацию и быть успешным ее руководителем. Основателем и руководителем. Вот есть, допустим, профессия, да, очень глупо типировать по профессии. То есть если человек, допустим, занимается, не знаю, там, чинит электронику, как это нам говорит о его типе? Никак. Кто угодно может. Это может быть даже этот самый Есенин с высокой логикой физики, к примеру. То есть это никак не говорит о типе. Но есть некоторые профессии, которые очень сильно прям заставляют задуматься, что это вряд ли вот этот тип. И если, например, вы узнаете о человеке, который известный беспощадный террорист, который осуществил несколько терактов, который известен своей жестокостью, ну вряд ли это Робиз Пьер и Достоевский. Ну прям вероятность крайне мала, как говорится. Вот. Борьба за справедливость. Вот эти робы, якобы робы, которые борются за справедливость, чаще всего джеками оказываются. Ну и вообще, вот эта справедливость, которую привязали к белой логике, непонятно, где справедливость, где логика, ну вы что вообще? Нету опять же вот этой привязки к белой логике и к справедливости. Кому угодно может хотеться какая-нибудь справедливость в какой угодно теме. Опять же, справедливость это очень абстрактное понятие, его можно засунуть вообще в разные ситуации, в разные контексты, никто не знает, в общем, что это такое, но все говорят, что вот справедливость Робеспьера или там справедливость Максима, это тоже какой-то, ну, стереотип, подумайте дальше, как это должно работать. Борьбой за равенство и справедливость занимается гамма чаще всего. Ну, да. Да, то есть вот от логиков интуитов гаммейских они порождают целый ряд всяких социальных феноменов, ну, из разряда неолиберализм, борьба за там равенство всяких меньшинств, то есть вот равенство это идея фикс просто гаммы, то есть в любой форме, это может быть равенство капиталистическое, там, социалистическое, равенство гендерное, это все вот оттуда идет. Вы видели вообще альфийских логиков, какая борьба? Если это каноничный альфийский логик там с высокой логикой, то он будет заниматься какой-нибудь темой, что-нибудь там исследовать, про что-нибудь писать, о чем-то говорить. Он может, конечно, в интернетике где-нибудь поднимать темы там о справедливости или еще о чем-то, но одно дело сидеть в интернетике и поднимать эти темы, а другое дело поднимать эти темы агрессивно, и как-то жестко высказываться, и какие-то непосредственные действия предпринимать в эту сторону. Но я не знаю, если вы не видели альфийских логиков, включите Псоя Короленко, вот это каноничный представитель. Или Шнур. Да, или Шнур, посмотрите, чем они занимаются, что они делают, как они живут, ну вот где они и где борьба. Вот то же самое Макаревич, он, это Робеспьер, то есть болевая ЧАЭС, он известен тем, что он пару раз высказался, что он не разделяет политику государства, и все, в чем его борьба. Он ни с чем не борется, вы послушайте внимательно, что он говорит. Гамильские журналисты, у которых ЧАЭС ценностно, они все пытаются его вытащить на какую-то борьбу, чтобы он занял какую-то позицию, чтобы он что-то осудил, чтобы он к чему-то призвал, он все время от этого уходит. Обратите на это внимание, Макаревич просто занимается музыкой, и все, ему интересно писать песни и выступать. То есть, как бы, реализация вполне себе альфийская. Он не лезет в никакие баррикады, ни к чему не призывает. Вот, это очень важно. Сравните с Навальным. Вот Джек Лондон с первой волей. Вот ему втемяшилось там бороться за что-то там, ну, какие у него там цели, и почему он это делает, это другой вопрос. Но именно само проявление вполне себе. Вот, революционеры, они в чем-то, в той или иной степени, похожи на Навального во все времена. Ну, Лето в Бальзак, что-то. Ну, да. Все хорошо. И Ле, ЧС, Ролевая, ну, Ролевая, ну, не ценностная, ребята. Выкиньте этот бред, пожалуйста. Альфийские логики не занимаются борьбой за справедливость. Это гамма чаще всего. Если вам какой-нибудь человек говорит, что я Дон Кихот, я борюсь за справедливость, или я Робес Пьер, я борюсь за справедливость, вариантность примерно 95%, что это просто Джек. Если, да, включайте Псоя Короленко и подпевайте про шапку с ушками. Вот. И все, и не думайте ни о борьбе, ни о чем. Все хорошо. Вот. Это вот то, что касается борьбы и все такое прочее. Моя борьба. Моя борьба, да. Вот. Кто-то, кого-то тошнит от ЧС. Ну, всякое бывает. Нет, есть черные интуиты, которых по ролевой, опять же, люди растут в разных ситуациях, и ролевая, по моим наблюдениям, она хорошо набирает шаблоны где-нибудь там до подросткового возраста, в подростковом возрасте. Опять же, есть эта теория, когда блоки наполняются соционические, есть этот возраст суперэго, он как раз на подростковый период приходится, когда набираются всякие шаблоны. И вот мне кажется, вот в этот период на ролевую можно набрать больше всего информации, и тогда это происходит легче, проще, быстрее. Ну, опять же, психика более гибкая в детстве. И может быть какой-нибудь там Дон Кихот, не знаю, которого воспитывала Гамма, и у него там по черной сенсорике чего-то есть чуть больше. Но, опять же, это будет чуть больше. То есть в общем контексте у него все равно будут альфийские ценности, у него будет черная интуиция, там белая логика. Ну, Чиелка, опять же, может быть ярче проявлена, если у него там в родителях кто-нибудь из Жеков был. Но какого-то прям очень яростного интереса к центрально-квадренным темам у него все равно не появится. Он просто будет в курсе, он просто будет чуть лучше осознавать и понимать эту функцию, свою ролевую ЧС-ку. Но он не превратится от этого в Джека и там в какого-нибудь борца за братство и равенство. Гюго может бороться за справедливость? Ну, опять же, это будет очень такая мягкая борьба, очень демократичным методом из разряда просто выступить и рассказать об этом, и все. Центральные квадры всегда будут там в 500 раз более дерзкие, быстрые. И вот основная борьба за власть это всегда центральные квадры и Штирлиц. Вот то, что у нас на этих президентских выборах там вот был Гюго, как его, Сергей Бабурин. Вот, то есть он баллотировался, он, конечно, последнее место занял, но тем не менее. Вот. Так-трак-так-так-так-так. Дон Кихот, да, этот самый Шнуров, да. Без особого энтузиазма, не ценностно, это не интересно. Бальзаки тоже, ну как бы... Бальзаки в более пассивном режиме. Там ЧС послабее, это интроверт, это интровертный интуит. Бальзак может выступать в качестве аналитика, журналиста, он может про это писать, он может этим интересоваться. Ну, непосредственно, все-таки Джеки, они такие более боевитые в гамма-квадре, и они самые непримиримые вот борцы за справедливость. И мне кажется, из Джеков тоже получаются вот такие революционеры, которые потом вот в пламени революции, они готовы даже сгореть вот за свою вот эту идею. И очень часто это путают с бетой, хотя это, ну, не имеет отношения. За Дорнов есть предположение, что Джек, да, такие дела. Вот. Надо проверить, посмотрим как-нибудь. Есть такое предположение, да. Все бали неэмоциональные, нет, не все. Ну, это тоже миф такой, да. Если Бальзак, если человек безэмоциональный, значит это Бальзак. Все Бальзаки безэмоциональные, значит, такая логика выстраивается, странноватая. Если у Бальзака эмоция высокая, то он будет вполне себе эмоциональный, особенно если вторая, то есть вы можете вообще не подумать, что это Бальзак, можете подумать, что это Есенин, либо просто какой-то этик, ой, он такой обаятельный. Да даже с тройкой. Вот третья эмоция, она по-разному очень проявляется. Бывает, конечно, когда там покерфейс натягивают, а бывает тройка, которая защищается в обратную сторону, и это бывают такие третьи эмоции, которые все время улыбаются. И то есть, опять же, это может быть бальзак, и он такой сидит и все время там что-нибудь подхехикивает, ну так тихонечко-тихонечко, тихонечко-тихонечко улыбается. Но опять же, назвать такого человека безэмоциональным нельзя, а кто-то, например, такие эмоции очень хорошо воспринимает, ему, наоборот, такие люди кажутся очень эмоциональными. Ну и опять же, эмоциональность – это субъективно. То есть, опять же, мы сейчас начнём у вас спрашивать, что вы понимаете под эмоциональность. У каждого напишут что-то своё, иногда это будет про эмоции, иногда это будет вообще про что-нибудь другое, про какую-нибудь волю. И кто-то скажет, что ох, какой эмоциональный, горячий. Хотя у человека там воля просто высоко где-то. Ну то есть, много-много всякого. По поводу Жириновского, вы знаете, есть сомнения в том, что это Штирлиц. Вот, и уже давно. Есть предположение, что он может быть Жуков. То есть, он логик-сенсорик, мы первые начали об этом говорить, потому что его типируют то в Гаммельте, то в Наполеоне. Там этики ни хрена нету вообще просто. А то, что у него самое сильное ЧЛ и ЧС, это мы выявили. Но мы ещё изучали то, как проявляется белая логика у бетанских логиков. Мы насобирали за этот год очень много бетанских логиков, и Жуковых в том числе, и известных, и что ты ищешь? Ручку. Я хочу записать, тут просто ещё одна тема хорошая. И известных, и неизвестных. И вполне может быть, что Жириновский с базовой ЧС и фоновой ЧЛ. То есть, он логик-сенсорик-экстраверт, и это может быть Жуков вполне. Всё-таки слишком он агрессивный, слишком он бешеный. Поэтому мы его ещё будем проверять. Пучков, Джек, ребята. Была версия старая, что это якобы Бальзак, но это всё-таки экстраверт, и чёрная этика там у него есть, и она у него рулевая. Вот. Такс, такс, такс. Толоконникова тоже Джечка, скорее всего. Вот это вот, я же говорю, что сильнее у всех, и самая большая активистская деятельность вот у гаммы, у гаммийских логиков. Бороться за какую-нибудь справедливость, устроить какую-нибудь акцию, особенно агрессивную, это вот гамма. Кто-то спрашивал, почему Джеки везде лезут. Потому что их много, потому что это ценности квадры, потому что они экстраверты, и почему ещё. Ну, в общем, их много, и они очень экстравертные, и типа располагали к тому, чтобы везде лезть, вот и всё. Да. Каких знаменитостей с канала вы пересмотрели. Ну вот Жириновский пока вот на повестке дня. И вот допроверим ещё. Так что, если Жириновский реально окажется Жуковым, то получается, что у нас в президентских выборах из Дельты не было никого. Тогда, получается, было три битанских сенсорика. Это Путин, Сурайкин, Жириновский. Было три Джека. И Гюго же. И Гюго же. Он был такой забредший. Его даже, мне кажется, всерьёз никто не воспринял. Да, да. С известными габенами как-то туговато. Нам они особо не попадаются среди известных людей. И мы типируем известных людей либо на курсах, либо на заказ. То есть человек оплачивает, выбирает ту знаменитость, которую он хочет протипировать, и нам её заказывают. Мы типируем. Специально просто так некоторые люди думают, что мы сидим и смотрим в потолок и думаем, чем бы нам заняться. Кого бы нам ещё протипировать? Да. Потому что для того, чтобы протипировать, это нужно минимум час. А если знаменитость какая-нибудь сложная, с некоторыми по два-по-три часа мы учимся и несколько дней пересматриваем, потому что непонятно, кто это. Поэтому это делаем только как часть работы нашей. Если мы кого-то типировали, кто нам интересен, и мы просто увидели тип, то мы делимся этим на канале. Либо кто-то заказывал, либо у нас на марафоне на курсах смотрели. Сейчас я на одну секундочку. Про Собянина мы чуть позже расскажем, но не сегодня. Но он не Габен. Да, но он не Габен. Собянин нет. Это версия Таланова, что он Габен. Я Таланову какое-то время доверял, потом понял, что не стоит доверять. Тут кто-то возмущался. Порядок терминологии. Всё у нас есть в порядке с терминологией. Всё у нас в учебнике, описанной в курсах. Мы делимся частью информации на канале у нас, рассказываем о наших новых открытиях, о новинках, какие-то вещи, которые мы пересматриваем, мы об этом рассказываем обязательно. Какие-то старые ошибки сационические исправляем. У нас в основном методика, основные проблемы сационические старые, у нас все решены. Мы только допиливаем какие-то детали, нюансы, уточняем. Викторию Гарсию Берналь. А вот как раз вчера смотрел, тоже на Нагомийского логика похоже, либо Бальзак, либо Джек. Поймите, ребята, что очень-очень важный момент состоит в том, что Джеков очень много на виду. То есть это и распространённый тип, и в какой-то медийной среде их очень много разных взглядов. У Дудя чуть ли не большая часть его собеседников это Джеки, поэтому это нормально. Вот. А вот, про мимикрию. Вот это связано со старым дурацким очень мифом, который просто вызывает адскую ментальную боль. Вот это вот, я не знаю, кто это придумал. Я надеюсь, ему будет сейчас икаться, где бы он не находился. Гамлет может сыграть любой тип. Давайте подробнее разберём вот это гениальное, сильное заявление. И по поводу мимикрии. Типа вот Гамлетам делать нечего, и они постоянно играют какую-то роль. Они мимикрируют под другие типы. И приходя на типирование, Гамлета сложнее всего протипировать, потому что он постоянно кем-то притворяется. Вот. Все три утверждения, они просто разбиваются о суровую реальность. Во-первых, зачем кому-то кем-то притворяться? Сколько у нас было Гамлетов? А у нас они бывают и на обычном типировании, и среди известных людей мы их находили. Это ровно такой же тип, как и все остальные, у которого очевидны его сильные функции. Они легко определяются. Мы понимаем, что это этик-интуит, что это чёрная этика, белая интуиция, что ЧАЭС там где-то есть. Просто тип. Ну, тут ноги растут от идеи, что тип определяет очень жёстко поведение. И что вот Гамлет там, он может повести себя так-то, а Максим может повести себя так-то, а Робеспьер его так вот не делают. Есть, конечно, какие-то штуки очень жёсткие, но вроде того, что мы говорили, там, болевые честники, какой-нибудь революционный активист. Это уже такие крайние проявления. Там действительно, ну, вряд ли такое может быть. И никсель-пиксель тоже джек. Да-да, вы правильно чувствуете логику. Но в целом вот эта сама идея, что соционический тип так сильно влияет на поведение, и когда начинают ковырять поведение. Люди рано или поздно сталкиваются с тем, что, например, какой-нибудь чувак, он сегодня себя ведёт как Габен, а завтра он ведёт себя как Есенин, а потом он ведёт себя как Дон Кихот. И людям не приходит в голову, что просто поведение с типом не очень связано и нужно копать как-то глубже. Они решают, что, наверное, это просто какой-то хитрый тип, который вот так умеет мимикрировать. Ну, и опять начинаются какие-то сложные там концепции, сложные какие-то решения, какие-то странные объяснения. И никому не приходит в голову просто, что это никак не соответствует действительности, и что просто это не про тип. Просто про поведение и вести себя люди могут вообще как угодно. Да, если вы не сошли с ума, если вы наблюдаете одного и того же человека, и он ведёт себя по-разному, это значит, что просто этот человек ведёт себя по-разному. Тип при этом у него не меняется, он у него один, как он родился им, так он им, скорее всего, и помрёт. Вот, то есть тут у нас как бы простор, очень-очень простые логические рассуждения. Это один и тот же человек, он ведёт себя по-разному, значит, это и есть его модель поведения, если мы смотрим на неё в целом. Вот, и поэтому тип у него не может меняться просто так. И опять же, на поведение огромное количество факторов влияет, вот, и то же, как вы его оцениваете, это тоже один из факторов, который тоже ещё неизвестно, как вы там его оцениваете. И дальше вот есть соционики, которые типируют по поведению, есть, собственно, вот здесь жертвы этих социоников, которые читают потом про всякие разные типы, и понимают, что вот здесь я веду себя как Есенина, там я веду себя как Достоевский, а вот здесь я веду себя как Жуков, и опять же начинают себе тоже это как-то сложно объяснять. Ну, в общем, безумие какое-то, я надеюсь, что когда-нибудь это прекратится. Когда-нибудь, возможно, вместе с человечеством вот это прекратится. Вот, а это что касается игры каких-то ролей, вот, вот, то есть нет смысла отыгрывать, потому что нельзя другой тип отыграть. Можно по приколу изобразить пару каких-то стереотипчиков, но это будут просто стереотипчики, и не более того, вы не перестанете быть от этого тем типом, который у вас есть. И кроме вашего типа у вас нет никакого другого. Даже если человек врет, придумывает, он всё равно озвучивает только те аспекты, которые у него есть. Поменять функционирование мозга так, чтобы вы начали резко говорить другой семантикой, это нужно очень постараться, скорее всего, почти никто на этой планетке так не умеет делать. Это очень специфический навык, и кто в здравом уме вообще будет его осваивать, чтобы нас обмануть, вот. И, кстати, там кто-то писал, что типа, а вот кто-то мимикрирует, чтобы вас проверить. Самая любимая фишечка у джеков, это вот просто, ну, я, наверное, человек 15 точно могу припомнить за последний год, которые присылают видео, ну, по соционической анкете, они отвечают на все вопросы. И у нас там в конце есть такой вопрос, если вы уже типировались по соционике, какие у вас были версии, кто вас типировал в какие типы, вот. То есть просто, чтобы нам примерно понимать картину, то есть насколько всё плохо. Если, допустим, у нас ярко вырисовывается джек, а он в конце говорит, что я дюма, мы понимаем, что нужно ему как-то пояснять более глобально. Если, допустим, он джек, а он типировал себя в Гамлеты, мы объясняем, почему логика над этикой преобладает и что на это указывает. То есть просто мы сразу понимаем задачу нашу, как мы человеку лучше можем донести. Но вот те самые 15 джеков, это не все джеки так делают, но те, кто делают, чаще всего джеки, которые в конце не называют и говорят, типа, я свою версию не назову, я посмотрю, как вы протипируете, что вы скажете. Типа вот проверочка. Вот, ну, больше никто не делает. Ну, там всё равно не идёт речь о мимикрии, просто, ну, хотя иногда бывают люди, которые считают, что они поняли нашу методику, неизвестно, они у нас никогда не учились, никогда с нами не общались, но они всё поняли, и они пытаются как-нибудь что-то так рассказать, чтобы мы по нашей методике как-то их так поняли, и чтобы вот у нас получился какой-то определённый тип. Как правило, получается просто что-то нелепое и смешное, поэтому тоже не надо так. Да, это вот то, что касается мимикрии и попытки там обмануть. У нас есть видео, какая информация нужна для типирования, вот, в прошлом году я его записывал, можете его найти на ютубе просто в поиске, вот. Как мы определяем человеку, что он определённого типа? Зависит от того, что это за человек и какую картину вы наблюдали по ходу видео. Есть человек в адеквате, он понимает примерно, что в соционике он не 10 лет провёл, вот, и что какие-то вещи он может ещё не знать, например, и что он, как бы, готов к тому, что версия кажется другой, мы понимаем, что человек адекватный, всё окей. Если там всё очень плохо, например... Но к нам, на самом деле, в большинстве случаев адекватные люди приходят. Ну, процентов, да, 97, вот. Абсолютно большинство людей адекватных приходят. Видимо, мы отфильтровываем как-то ещё на базе, просто на этапе просмотра канала. Потому что если у человека очень жёстко что-то не стыкуется, либо вот те люди, которые там дизлайки какие-нибудь поставили, допустим, то, что мы называем бредом, допустим, человек искренне в это верит. Но он по-прежнему считает, что гамот может сыграть любой тип, системы, утром только проснулся, сразу система Windows 98 срочная. Вот. То есть если он в это искренне верит, то он и не придёт к нам на типирование. Вот. Если же он присмотрелся и понимает, что наш подход имеет под собой здравые основания, что практикой всё-таки мы проверяем утверждения соционические, и у нас это получается, и мы выводим какую-то методику, которая основана не на потолке и не на каких своих фантазиях, а на том, что реально работает, то таким человеком проще работать, конечно, да. Да. И, как правило, если человек настроен на адекватное восприятие себя и понимает, что где-то он себя может не очень хорошо понимать и распознавать, мы просто человеку описываем, что смотрите, у вас тип проявлен вот здесь вот так-то, вот здесь вот так-то, здесь вы то сказали, здесь вы это рассказали. А ещё бывают вот такие затыки у людей, а хорошо у них получается вот это вот это, и человек просто понимает, что да, у него в жизни это так, у него это так работает, у него реально есть такие проблемы, и у него реально есть какие-то такие особенные черты и особенные сильные стороны, он просто понимает, что это как-то стыкуется с реальностью и немножечко расширяет представление о себе, потому что очень часто, дело даже не в том, что расширить какие-то представления о себе, Просто некоторые свои черты люди воспринимают как нечто собой самой разумеющееся И даже не обращают на это внимания Мы вот недавно девочку типировали Она думала, что у неё третья логика Если она нас смотрит, то привет ей Она думала, что у неё третья логика И читала всякие разные описания троек всех Но никогда не читала описания третьей воли Но при этом у неё реально третья воля Но когда мы ей об этом сказали, она почитала про третью волю Подумала, что это же люди, которые реально всё время сомневаются И в этот момент она поняла, что, блин, я же реально такой человек Но почему-то я всё равно никогда не думала ни про третью волю Не смотрела в эту сторону Хотя это очевидно, это на виду, на поверхности И со стороны это видно ещё лучше, чем изнутри Поэтому вот как-то так это происходит Вот, интересный вопрос Приходили ли к вам другие эксперты, чтобы дискредитировать вашу методику? Ну конечно Вот, другие эксперты Ну вы знаете, если человек очень сильно себя считает экспертом То он просто к нам и не придёт, скорее всего Ну не, приходят какие-нибудь эксперты Обычно они не то чтобы приходят, они у себя где-нибудь рассказывают, как всё плохо А, ну это любимое занятие Ну бывают к нам заходят люди там протипироваться Которые уже сами чем-то занимаются Да, и бывают такие, которые думают, что они разобрались в соционике А, ну это другой вопрос И они приходят нам нас проверить Но при этом это выглядит странно, потому что человек Никакой методики своей не выстраивал Он не типировал, у него нет какой-то базы людей Он с ними не общался, он не получал обратную связь, он не вел курсы, он не передал эту методику В общем, ничем этим он не занимался, но он почему-то решил, что вот он всё понял И он сейчас нас проверит Как мы типируют Такое бывает, но редко Ну конечно, если человек очень сильно своя какая-то придуманная картина И он пришёл с этой картиной, чтобы с помощью этой своей придуманной картины нас как-то проверить То проверка, скорее всего, будет с его точки зрения неудачной Но он дискредитирует методику нашу только в своих глазах Но это его право, он может думать всё, что угодно Что он рептилоид, что у него 15 подтипов, что он играет любой тип Что он Гамлет и одновременно Максим То есть что угодно, без всяких ограничений Просто если человек приходит к нам, мы даём ему обратную связь Если он хочет чему-то научиться, получить какой-то опыт, мы готовы этим делиться Если он настроен не совсем адекватно, мы всегда исходим из того, как человек настроен Может, это чёрная этика ценностная, не знаю То есть из какого посыла человек исходит То есть формально он может заявлять что-то там типа «я хочу научиться», но по факту он ведёт себя так, что он совершенно не хочет ничему учиться А он хочет либо доказать что-то своё, либо себя как-то продемонстрировать Ну то есть там за этим стоит другой контекст, и сам человек может этого даже не осознавать Ну либо осознаёт, но он это как-то вытесняет Это такой психологический эффект, и там за этим стоят какие-то личные, ну личностные какие-то вещи Ну то есть там дело вообще не про соционику и не в ней, вот, а в чём-то другом Ну по-любому мы работаем с людьми, через нас куча людей проходит Учёба и те люди, которые учатся у нас, и консультируем мы почти вот очень часто уже, чуть ли не каждый день То есть онлайн консультации проводим, ну и с разными людьми взаимодействуем, через нас много людей проходит И видно очень хорошо, в каком контексте человек находится, из какого посыла он исходит Зачем он пришёл? Он реально пришёл, чтобы получить какие-то рекомендации, новую информацию для себя Или там что-то проверить, или там он что-то темнит, молчит, отмалчивается, вот, и там что-то там думает себе Ну, как правило, это видно Потому что опыт уже большой, даже человек просто пришёл на курс, и там по паре комментариев примерно можно понять, как он может быть настроен Вот, отношение всего этого, ну это интересный вообще такой момент Там очень хороший вопрос про стереотип, что пожилых людей типировать невозможно И в каком возрасте легче типировать Пожилых реально типировать сложнее, вот, потому что это очень большой жизненный опыт Это другое поколение, которое росло совершенно в других обстоятельствах Открой окно, пожалуйста У которых совершенно другой взгляд на мир, другое воспитание Ну, особенно сейчас это чувствуется, потому что если человек родился в советское время И жил долго вот в том контексте Если люди, которые родились уже после этого, ну, очень большая разница Поэтому действительно сложнее типировать пожилых Но это возможно, типы видно В принципе, даже у нас бывали случаи, когда мы типировали людей уже в возрасте 78 лет, не так давно нас типировала женщина И было довольно хорошо видно тип Бывают случаи, когда чуть сложнее разобраться Ну, вот основная сложность просто в том, что это люди из другого поколения И немножко необычно у них может проявляться тип Не так, как, например, у наших ровесников Вот, потому что, вот, если брать конкретно ту женщину, там Гамлет была То есть ей 78 лет Человек абсолютно в здравом уме, абсолютно ясно мыслит Не потерял интереса к жизни Ну, одно удовольствие вообще с таким человеком работать То есть она в 78 лет заполнила анкету Она с интересом проходила типирование Отвечала на наши вопросы Классно Она в современном контексте То есть она не выпала из реальности Она следит за новостями, за тем, что происходит И это реально было приятно И тип хорошо видно, все функции на месте Юнг писал, ну, в принципе, это и наше подтверждение Наше наблюдение тоже это подтверждает Что человек по ходу жизни набирает все-таки опыт на слабой функции Ну, если это интуит, например, он по сенсорике что-то в течение жизни научается Хоть худо-бедно Не так, чтобы у него сенсорика вдруг начала проявляться сильнее, чем там какая-то сильная сторона Но что-то есть Вот, и там логик набирает что-то на этику по ходу жизни У кого-то там меньше, у кого-то больше накапливается Если логик, например, вынужден много общаться с людьми У него так или иначе это маленькая этика Хоть как-то у него там раздухарится Хоть что-то он там про людей наберет Если это логик, который всю жизнь просидел за пультом Вот, и ничего кроме кнопок ни с кем не общался То, конечно, этика у него не будет наполняться Вот, но это не Вряд ли это исказит настолько сильно Чтобы сложно было протипировать Бывает просто человек У него настолько тяжелая, суровая жизнь Вот, и вроде как он озвучивает какие-то аспекты Но там уже это все замыливается И сложно Вот, но к нам таких людей немного приходит Вот, те, кто приходят, они, как правило, вот В ясном здравом уме и с интересом к жизни Такие дела В СССР белой этики не было Еще как ее было, просто дофигища Всякие фильмы, повести о настоящем человеке Вообще в Советском Союзе на белой этике было очень многое завязано Вот Ну и черная этика тоже была в эпоху Брежнева Очень поощрялась Вот Такие дела Так, что у нас там дальше А, вот Такой тезис Реализоваться вопреки Своему типу По болевой Буквально недавно Мы пару дней назад услышали этот тезис У нас вообще одно типирование Общение вот с одним человеком Очень вдохновило на этот вебинар Да И тезис состоял в том, что Может ли человек реализоваться Вопреки своему типу Реализоваться по болевой Вот И в пример был приведен Ну, просто было неправильно типирование Сальвадор Дали У нас есть видео на канале Есть статья у нас на сайте Где подробнейшим образом разобрано Кто это Вот И причем там и соционический тип Очень ярко виден И психосовский Сальвадора Дали Куда-то конентипируют Самая традиционная версия Это Гамлет Ну, потому что он весь был такой уникальный Такой художник И эпатажный Ну, все, значит Гамлет То есть, если мы не вникаем глубоко Не думаем вообще Просто первое попавшееся впечатление Человека сложилось Все, мы его протипировали Это вот таким методом И бывает абсолютно противоположная версия Что его типируют в Максимов Я такое тоже встречал В старых соционических книжках Я не знаю уж как Но он был так протипирован И, соответственно, про Максима Вот человек нас спрашивал Может у человека реализоваться вопреки И вот что Сальвадор Дали Это Максим Который реализовался по болевой чаи Вот Или как-то так Ну, то есть Что он был такой безумный И поэтому сумел реализоваться Вот так вот вопреки Благодаря безумию И это все никак не связано Ни с типом Ни вообще ни с чем не связано Искими усилиями сторонами То есть такая реализация вопреки Да Сколько людей у примерно протипировали Примерно больше четырех с половиной тысяч На данный момент Вот у нас за последний год Очень сильно пошел еще прирост За счет курсов типировочных И много людей за типированием Обращаются за консультациями Поэтому вот примерно вот такая Сейчас у нас отметка Вот В следующем году где-то мы Пятитысячный рубеж преодолеем Вот И вот что касается Значит реализации по болевой То есть человек В теории получается Что он может так как-то Искрутиться Вот Чтобы у него болевая Вот резко она Стала самой сильной функцией То есть его очень сильно заставляли И у него процвела болевая Но это примерно как Если вас засунуть под воду И вас очень сильно заставлять Начать дышать жабрами Ну да Хороший пример Да То есть вот как вы думаете У вас жабры прорежутся Или вы скорее потонете Вот Примерно так же с болевой функцией Вы скорее потонете Прежде чем у вас Прорежется та функция Которая у вас не была Отродясь Что называется Поэтому реализоваться Вопреки типу А ну еще важный момент Нужно понимать Что именно вопреки То есть если у нас Например Есенин гипотетически Основал транснациональную Высокотехнологичную корпорацию И стал лидером на мировом рынке Вот такая гипотетическая ситуация Это действительно вопреки типу То есть мы правильно понимаем Что есть вопреки А если допустим Джек Лондон Которому нравится массаж Создал сеть массажных салонов И кто-то скажет Что о Это он реализовался По болевой БС Потому что У него БС болевая Но он создал сеть массажных салонов Вот тут уже будет не вопреки Потому что Высокая физика Может давать интерес К материальному миру И соответственно Организаторские качества У меня просто есть Знакомый Джек Который создал сеть массажных салонов Успешно этого раскрутил И продал этот бизнес Ну да И акцент может быть На успешное создание И раскрутку Потому что может человек Там походил на курсы массажа Позанимался этим немножко А потом просто организовал Это все и народ нанял И там дело вообще не в белой сенсорике Тем более сейчас Чему бы вы не пошли учиться Вам все равно там будут давать Какую-то технологию Какую-то схему И сейчас есть такие вот эти вот Делай раз Делай два Делай три Что можно даже обезьяну научить Там делать какие-то Выполнять какие-то действия И чтобы это было адекватно И чтобы там никого не убить Поэтому сейчас мне кажется Даже Джека могут научить Толково делать какие-то массажи Там не суперсложные А что-нибудь И потом уже можно Это все организовывать Но это будет уже больше Про деловую логику Чем про белую сенсорику Да, еще пишут комментарии Девушка пишет Что как вообще по болевой работать По ней не то, что трудно работать А просто не хочется От слова совсем Даже если бы вы захотели Понимаете Вы не можете ее нащупать У себя в психике Если вас будут грузить информации По вашей болевой функции Вы будете вообще не понимать Что от вас хотят Что вам нужно делать То есть этого просто нет Человек судорожно ищет Внутри себя файл А файл не найден То есть его нет Ну либо он понимает Что так можно жить И другие люди так реализуются Но он понимает Что он из себя Этого достать Выжить не может Но ниоткуда Да, поэтому вот Реализоваться по болевой В принципе невозможно То есть как-то вот Этот аспект проявить Потому что вот Изначально наша психика Создана так Что вот какая-то У нас есть точка Которая мы не воспринимаем То есть та Которая является Слепым пятном нашей психики И мы там просто Не разбираем вообще Не понимаем ничего Ну это вот Можно прочувствовать Когда вы разговариваете С каким-то типом Который по отношению к вам Конфликтер, супер-эго Вот И когда он начинает Рассуждать про ваши сильные функции То есть про те Которые у него слабые Ну например Рассуждение Я уже где-то упоминал Про это Вот Достоевский Когда начинает рассуждать Про черную сенсорику Вот первая же мысль Ты вообще не соображаешь В этом ничего Все абсолютно не так Ну вот Когда у вас Примерно такая мысль Возникает Вот можно Как-то примерно Это сравнить Но тут главное Не делать аналогии Что если вы просто Такой человек Нес вам бред Это значит Он ваш конфликтер Это может быть И ваш тождик Ку-ку Вот То есть именно тот момент Когда вы Общаетесь с человеком У которого максимально далекий тип От вашего И вот он вещает Что-то Что для вас Недоступно Или вы пытаетесь Вот как-то Что-то про болевую Рассказать Он понимает Что вы вообще не шарите Вот это вот И есть та самая разница В ценностях В аспектах То есть у другого человека Психика устроена иначе У него другие сильные стороны И он видит Что вы откровенно Тут ну профан Просто лох Но это как допустим Черных сенсориков Загнать на какую-нибудь Концептуальную выставку Современного искусства И черные интуиты Стоят таки рассуждают О глубоком символизме Вложенных каких-то Значениях Всего этого Черные сенсорики Говорят Что это за куча хлама Разнести бы это все К чертовой матери То есть вот такое Или всех на завод Там всем лопаты Да да Как-то мы ходили тут На выставку Концептуального искусства Там как раз девушка Дон Кихот Рассказывала про все это Вот У меня было просто Не то чтобы недоумение Это было ожидаемо То что там было Но просто для меня Такие люди как инопланетяне Вот То есть они занимались Такими странными вещами А для них ты Ну да Вот И такие дела Они рассказывали О истории концептуального искусства В Советском Союзе Вот Я говорил что Как это допустил Андропов Почему эти люди Не на заводе Ну и так далее Вот Поэтому реализоваться По болевой Ну нельзя Вот Если человек реализовался Значит это была не болевая Какая-то другая функция Либо психосовская Либо там Во главе у глаз стояла Не болевая функция Как вот Джеки С массажными салонами Если Джек открыл Кучу массажных салонов Это скорее говорит О деловой логике А не о белой сенсорике Даже если он Медицинские центры Понадкрывал Это тоже деловая логика В большей степени Такие дела Такс 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 А Мне нравится вас смотреть Вы мой конфликтер Это может значить Что я не Гексли Ну Вообще С конфликтерами Есть тоже такая штука Пушетной Который Гюго Мне сначала показалось Открытый Гюго Как открытый гей Просто Вот Но вернемся К конфликтерам Тематика конфликтеров Что можно сказать На дистанции В принципе Если по психософии У вас более-менее Что-то совпадает То можно нормально Взаимодействовать Хотя бы воспринимать информацию Ну да Если вот какая-нибудь Четвертая логика И вам конкретно Интересно соционику Это вполне может быть Людей четвертой логикой много Вот Или просто с результативной У нас бывали гексли С первой логикой Которые приходили к нам Типироваться И консультироваться К нам заходят гексли Ну не так, чтобы часто Но бывает Да, бывает Поэтому тут Вот сама подача информации Она же ни к чему не обязывает То есть если вам заходит Такая подача информации Это хорошо То есть для вас это понятно Легко раскладывается И все такое прочее Вот Многие это воспринимают За субъективную BL То есть если вам нравится Когда вам что-то логично объясняют Это кстати еще один дикий стереотип Вот плавно к нему переходя Если вам что-то логично объясняют Значит вам нравится белая логика Значит у вас субъективная BL То есть цепочка рассуждений Примерно такая На самом деле Если вам нравится Что вам что-то логично объясняют Скорее всего Это связано с психософской логикой Которая у вас Например Не знаю Там третья или четвертая Зависит от нюансов Вот Что именно вам раскладывают Потому что Логически что-то объяснять Это про логическое говорение Это в большей степени С психософией связано Вот А белая логика там Или черная Это уже момент другой Это уже аспект Это уже сам язык На котором это все Доносится Поэтому вам может Вы например можете быть логиком Допустим вы Штирлет с последней логикой С четвертой Вот Вам может Очень хорошо заходить Достоевский с первой логикой Который логично Что-то рассказывать Но только Что именно он будет рассказывать Это уже его Сильная функция Этика с интуицией Вот Поэтому даже такие хитрые вещи Они очень часто перепутаны Ну соционические и психософские То есть Сугестивная БЛ Очень часто путается С четвертой логикой Например психософской Так Что у нас там Что у нас там 4Л Может по приколу Изучать квантовую физику Очень вряд ли Очень маловероятно Даже если это соционический логик Но смотрите Это может быть Вот в чем прикол 4Л 4Л Если это допустим Интуит логик С четвертой логикой Он может дофига всего читать Про это все И на этом все заканчивается То есть ему просто интересно Смотреть научпоп Смотреть научные передачи Что там в квантовой физике Но просто интересно посмотреть Ну если вы посмотрели Да, научпоп Это не значит Что вы сразу Что у вас логика Просто взлетела Просвещенным Научным Блин Вот любитель научпопа Это отдельная категория Да Поэтому по приколу Квантовую физику Может изучать четвертая логика Если вы например интуит Вот Это скорее В большей степени Свойственно будет интуитом Потому что если вы сенсорик С четвертой логикой Вот там уже вряд ли Ну вероятность крайне мала Этих четвертой логикой Точно нет И Ну я не знаю Опять же это может быть Что-то очень поверхностное Если вас вдруг Там что-то заинтересовало Не знаю Логика может быть Чуть больше Но опять же Тоже это будет Очень поверхностное А если вы прям там Что-то изучаете Изучаете И много времени На это тратите То логика Ползет вверх куда-то Как минимум в тройку Да А если вы еще Не просто интересуетесь Квантовой физикой Ну и защищаете работы По этой теме То логика у вас уже Не четвертая Ну психосовская То есть вам не только Это интересно Вы еще хотите В этом что-то свое сказать А это уже говорит о том Что приоритет По логике Есть он где-то у вас Повыше Четвертая физика Которая обозревает еду Это четвертая физика Которая Строит дом Копает огород Рожает пять детей Что-то не знаю Пасет овец Готовит еду Подрабатывает шеф-поваром И в конце Еще по вечерам На ютубчике Обозревает еду Это вот такая четвертая физика Конечно Обычное дело Потому что нет ничего интереснее Для четвертой физики Чем обозревать еду Некоторые почему-то Четвертую физику Воспринимают Как нечто такое Сугестивное То есть что четвертой физике Обязательно нужно Вот по физике Что-то там Хотя по факту Четверка Она совершенно Не так работает Там другой принцип Это пустячок Это сфера На которой меньше всего энергии В которой меньше всего мотивации Меньше всего интереса Поэтому Нет Поэтому да А ну еще Путают очень часто Сугестивную БС С первой физикой Просто Если человек Или просто БС Вот мы объявили У нас Супер-пупер Акция Что если вы габен То подарим вам Книжку Вот И очень часто Вот те габены Которые еще были Когда они еще приходили Вот Они первую физику путали С БС Вот То есть если я люблю Вкусно покушать Отдохнуть на диванчике То это про физику Скорее говорит А белая сенсорика Тут она не гарантирована Что она у вас есть Вы можете быть спокойным Интуитом С первой физикой И тоже любить пледики Печеньки Оттопыриваться на диване И так далее То есть это вот Поведенческие моменты А психософия у нас Про поведение Соционика Про обработку информации То есть Психософию можно за человеком Увидеть Пронаблюдать А соционику услышать Что он при этом озвучивает Вот Приходила ли вам Такая мысль в голову Что разница в людях Не только потипична А есть еще Степень зрелости Души Эго Тра-та-та Мне кажется мы только Об этом и говорим Что не нужно людей Мерить типами Что есть личностное Есть уровень развития Есть уровень интеллекта Зрелость души Все что угодно Это можно Это можно по-разному Называть С разных сторон Это все смотреть Но мы только об этом И рассказываем Что не только тип Не соционика единый Не сводите человека в тип Не объясняйте все В человеке типом Вот Поэтому да Нам приходила Такая мысль в голову Приходила Что еще Что еще Ну вот Просто когда набирается Уже достаточно большая база Типирования Когда вы видели Много тождиков И которые внешне Даже могут быть похожи Либо какими-то повадками Поведенческими Там допустим Полные тождики Похожи и соционические типы Психософские Или они одинаковые То ты понимаешь Что Вот У того Кто это все придумал И создал Вот если исходить Из такой концепции Вот у него Количество формочек Оно не очень большое Которыми вот Людей штамповали Но при этом Наполнение Само вот этих формочек Оно очень существенно Отличается Поэтому да То есть как некий Общий костяк Он есть Действительно просматривается То есть люди Во многом типичные Очень много есть вещей Которые вот В массовой психологии Прямо они Ну повторяются Вот Но при этом Индивидуальное наполнение Тоже никто не отменял Люди разные Но это не противоречит Концепции соционики Просто часто соционики Хотят объяснить Соционикой Слишком много Вот А так если учитывать Что люди разные Что есть разные Там кто-то привел В пример оси Вот Есть разные уровни развития Но при этом Есть типы Есть какие-то типичные штуки И с этой позиции Людей тоже можно рассматривать И это тоже может вам дать Какую-то информацию О себе О других Вот И в этом тоже есть смысл Ну да Вот Так что у нас еще А ну как протипировать За 7 секунд Человек у нас Типировался Вчера по-моему Да И он говорил Что его какой-то Специалист Якобы по соционике Он его протипировал По одной фотке И по видео 10 секундному То есть даже не минутному 10 секунд Тут опять Мы возвращаемся немножко К теме физиогномики Вот И Можно ли протипировать Человек вообще За 7 секунд Там или 10 Или по одной фотке Дело в том Что внешние признаки Мы об этом рассказывали Вот Типирование по внешним признакам Видос Можете загуглить Он в ютубе есть Дело в том Что в примерно Половине случаев Внешнести У человека Может быть Вообще Не показательно И вам Какая-то фотка Может не сказать Ничего Если конечно Вы не самоуверенный Соционик Вчера узнали Про соционику А сегодня Уже развешиваете Всем ярлыки То есть Если он чуть пухлее Значит это белый Сенсорик Там Это самое Если у него Длинный нос Значит это интуит Там Ну или еще Что-нибудь такое Вот То есть Внешность Может быть вообще Не показательна И может быть Абсолютно Обманчивая Вам может На первый взгляд Что-то показаться Про человека Что ой Ну это там Типичный Там не знаю Кто угодно Там Габен По внешности А вы начинаете Его слушать Вы начинаете Его типировать И вы понимаете Что это вообще Гамлет К примеру То есть вообще Внешность Не показывает нам Ничего Потому что Обмен веществ Физиологические процессы Наследственность Индивидуальные Какие-то вещи Там может Диабет у человека Еще что-нибудь такое То есть Мы видели Очень много И сенсориков Худоватых И мордатеньких Интуитов Мы видели То есть Тут вообще Никакой Суперпомощи Физиогномика Не дает Можно частично Опираться Бывает что Такая внешность Достаточно типичная И там можно Предположить С высокой вероятностью Какой-то тип Вот Ну вот допустим Тоже самое Никсель-пиксель Чисто внешне Достаточно каноничная Джечка Например То есть Вряд ли там Можно заподозрить Кого-то другого Если немножко послушать То в целом Оно не противоречит Вот А Если мы Допустим Видим человека У него внешность Ни о чем не говорит То там тип Может быть просто любой Абсолютно Именно поэтому Физиогномика Так же как и Поведенческое Вот это типирование Оно ничего не подсказывает Потому что Соционическое типирование Должно опираться На семантику Вот такие дела Какой-то ад Начинается в чате Структурный гороскоп Клаши Я не знаю Кто это Какой структурный гороскоп Тра-та-та Есть куча Всяких разных Тем Схем Разных вариантов Как людей Можно типировать Что с ними делать Что можно там В общем Очень много Типологий И это все Многие из этих тем Они реально работают Просто они показывают Подсвечивают Какую-то определенную область С какой-то определенной Позиции В человеке Очень много всего Намешано Поэтому если у вас Там работает Структурный гороскоп Окей Если у вас работает Что там есть Какой-нибудь Энеограмма Human design То окей Тоже почему нет То есть есть много Разных подходов Не нужно пытаться Свести это все Объяснить человека Там только Соционическим типом Или только Психологией Или еще как-то Хорошо посмотреть И так и сяк Такой момент Еще соционик Очень часто Пытаются с чем-нибудь Еще срастить Какой-то к ней Прицеп Доцепить Ну то же самое Астрология Очень часто Вот Есть ли там Связь между Знаком зодиака И типом Пока мы Такой связи Не видели То есть вообще И еще Большой вопрос Какие именно Астрологические Типы мы будем Принимать за основу Потому что Если мы берем Такой традиционный Гороскоп Там вот 20-22 числа Меняется Вот этот знак Один на другой А если вы посмотрите Даже в той же самой Википедии Знаки зодиака То там есть вариант Такой что Их 13 Там еще этот Змееносец И каждый знак Длится по-разному Какой-то может 40 дней длиться А какой-то там Меньше недели Например Вот И непонятно Какому именно Гороскопу Мы пытаемся Искать связь Там же еще смотрят Одну планету В определенной Вот Где она В каком созвездии Находится Да То есть вот эти вот Эзотерика Какая-то Которую Пытаются Вот засунуть В соционику Ну не знаю Это как бы Усложняет сам метод И мы получается Привносим другую систему С помощью которой Человек смотрит на мир И мы смешиваем то Что не надо смешивать В соционике Слишком много И так смешанного И мы наоборот Пытаемся это все Лишнее оттуда убрать И тогда соционик Просто лучше Начнет работать Можно пользоваться И тем и другим Просто не нужно Их пытаться связать Между собой Это уже лишнее Это множит Какие-то сущности Путаницу Пользуйтесь отдельно Там натальными картами Гороскопами Отдельно соционикой Так будет проще Понятнее И толку будет больше Ну да То есть Не стоит искать Какие-то параллели Хотя параллели По-любому есть Потому что Любая типология Те же самые Там не знаю Знаки зодиака Когда вы читаете Описание Каких-то там Козероги Они вот в этом месяце Они вот такие Вот А если мы Пытаемся все-таки Как-то в этом всем Разобраться То Любая типология Она описывает Какую-то часть реальности И соционика Тоже Она описывает Какие-то типажи Если мы возьмем То же самое Human Design Например То там Если не ошибаюсь Там 9 Вот этих типов То есть Вот просто взято Такое число И Непонятно Почему именно 9 Я глубоко не погружался В эту тему Но там вот Описываются типы Которые очень отдаленно Похожи на пару Стереотипчиков Из соционики То есть Так или иначе Вот эти типажи Они присутствуют Ну там допустим Возьмем типаж Какого-нибудь Ну такой В общем Мужик Такой хозяин Такой логик Сенсорик Экстраверт Такой штирлист Да То есть Он домовитый Такой Подпрягает всех К какой-то работе Постоянно занят Очень активно Стремится к статусу Вот такой образ Вы можете найти В куче всяких И типологий И описаний Там не знаю Гороскопных Еще каких-нибудь И в каких-нибудь Восточных типологиях Вы тоже можете найти Такой архетип Такого хозяина То есть Человек который Хозяйственный Возглавляет Там чего-нибудь И у которого Много полномочий Вот То есть Вы можете Такое найти И в соционике Точно так же Эти частично Стереотипы Они тоже есть Потому что Они взялись Не из Ниоткуда То есть Они изначально Появились От наблюдений За конкретными людьми И поэтому Так или иначе Вот В разных типологиях Это все присутствует Но самое главное Не стоит их смешивать И пытаться друг с другом Как-то их помирить Поженить Вот Смешать Потому что Даже смешивание Соционики с психософией Это тоже очень большая ошибка И мы их не смешиваем Наоборот Признаете ли Энеограмму Она существует То есть Это Объективный Вот Такой Непреложный факт Я Энеограммой не занимался Я тоже не занимался Глубоко не интересовался Но То что я читал Там очень похоже На некоторые Сационические типы Это тоже желание Людей Как-то все Систематизировать Распределить по типам И дальше В соответствии с этим Себя вести Такая же самая Штуковина Как и в соционике Есть в любительской О, я прочитал Описание своего типа Теперь я буду вести себя Как истинный ГБ Чтобы не пропустить Дуала Как правило Люди очень быстро Разочаровываются Если они с такой позиции Приходят в соционику Или вообще куда угодно Они очень быстро Разочаровываются Потому что Обнаруживают Что как-то у них там Все сложнее устроено Чем какая-то простая Модель поведения Одна И все Они просто Потом кажется Что все эти пологии Зло Ну да Вот Так Что тут еще В вузах преподают соционику В очень усеченном таком виде Просто на всяких разных специальностях Связанных с менеджментом Управлением персоналом Там просто рассказывают Что есть такие-то вот типчики Без каких-либо Четких ограничений Потому что То, что Проникло Скажем так В вузы Из соционики Это все старая соционика Восьмидесятых Девяностых годов То есть Все эти знания Они уже устарели Кроме того, что есть просто 16 типов Есть 4 квадры Вот про это рассказывают Как правило Обзорно И все На этом все заканчивается Потому что В вузах не может преподаваться Пока что современная соционика Может быть это произойдет Рано или поздно Но пока рано об этом говорить О, Коля, привет Да Коля тут нас смотрит Поэтому Вот такие дела То, что в вузах там преподают Ну хотя бы людям рассказывают Что это существует Что это есть Вот у нас было Довольно много людей Которые приходили на типирование Которые учились где-то Ну, я имею в виду Высшее учебное заведение И у них про соционику Где-то на учебе на их рассказывали То ли в менеджменте То ли в психологии Ну, где-то она у них была То есть По инициативе самого преподавателя Про соционику человеку рассказывали И во всех случаях Которых я могу припомнить Предлагались какие-то тесты Преподавателям И студенты сами себя типировали Во всех случаях Которые я помню Было протипировано неправильно Ну, определен тип человека Поэтому Это лишний раз подтверждает То, что там соционика Скорее всего устаревшая Ну, откуда ей взяться Понимаете Нельзя просто вот соционику Почитать там Филатова, Гуленко, Стратеевского И начать нормально типировать Потому что там нету методики Это все сырые И очень старые На данный момент Концепции Которые там были предложены Там нет границ типов Нет понимания дихотомии Нет нормального описания функции По этому материалу Нельзя типировать То есть там просто дано Общее направление Есть типы Есть соционика Вот типируйте там как-нибудь То есть Просто у этих людей Нет методики На которые они могли бы опираться Вот У нас сейчас только закончился марафон Мы там типировали полгода И вот наши студенты Которые занимались И которые действительно Хорошо расписывали Писали свои разборы типов Они прям к концу Вообще молодцы То есть они показывают Очень хорошие результаты Сходимость была высокая То есть особо Ничего такого не нужно Не было какой-то дичи Чтобы типировали там До конфликтера Вот Поэтому все зависит от методики Мы сейчас эту методику Выработали Оттачиваем определенные детали Но так или иначе Основную работу мы уже проделали Это уже та соционика Которую можно брать и применять Даже просто прочитав наш учебник Современный соционик Уже многое может встать на место И гораздо легче начнется У вас это применяться И у нас на канале Есть по психософии Довольно много видео Вы можете скачать Наш путеводитель На сайте Reduro Я там скину ссылку Можно там скачать И там есть ссылки На Сгруппированные по темам Видео с нашего канала То есть там по психософии У нас довольно много Вот если вы хотите Прямо психософию изучать То приглашаю к нам На наш курс Какой-нибудь Знаете, что я включаю? Да, включай Пока Хуба-Буба не сбежала от нас Кто там Кодика просил Видите, они не очень Не хочется Хочется, не нравится Ух, не нравится Сейчас может на еще чуть-чуть потерпить Победа Это наша Хуба-Буба Она не в духе Но она почти всегда Не в духе что-то А звук уже все Опа Да, друзья Напишите Слышно ли нас Все ли хорошо Мы возвращаемся Плавно в эфир Ждем Пока вы тут Поподключаетесь назад И начнем Я немножко расскажу Про всякие странные Очень вещи Сейчас мы подождем Пока Немножко народ у нас вернется Вот Слышно Это хорошо Но она сидит Пока это самое Терпит Терпит Да Так она Не очень любит дружить Она Хуба-Буба У нее много имен Да Хуба-Буба Это одно из ее имен Так она в Иркута Официально по паспорту Да Еще она Миховичок Бобровичок Бобровичок Ой Ой Пушистик Это она просто толстенькая Не очень пушистая Это мех Это все мех Ну что ты Что ты хочешь уходить Да Все пошла 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 Профиль у нее очень хороший И профиль И этот самый Анфас Все Все хорошо Если кто-нибудь Слышит звон То так котик требует еды Болевая ЧЛ Реализация в жизни людей С данным слабого аспекта А ну С болевой ЧЛ Связана такая штука Что если у человека Например с работой Что-то не ладится Значит он думает Что у него болевая ЧЛ Вот На самом деле Ну работой Могут заниматься Все типы Все так или иначе Ходят на работу Вот Весь вопрос в том Что это за работа Если мы берем Болевую ЧЛ То это у нас два типа Есенин и Дюма Если брать известных Есениных Один из них у нас есть на канале Это Ля Вон Вольский Белорусский музыкант Известный Вот У него болевая ЧЛ Вот То есть он занимается тем Что пишет песни И выступает Вот Нужна ли при этом Какая-то Супер деловая активность Да нужна Потому что менеджмент И все такое прочее И у него есть менеджер Джек Который этим занимается Да У него просто есть менеджер Джек Который берет на себя Все эти обязательства Поэтому Тут Просто делегирование Или известный Дюма Этот самый Шахрин Который Группа Чаев Аналогично Пишет песни И выступает То есть как бы Болевая ЧЛ Совершенно не мешает Реализации человека Просто эта реализация Будет не в черно-логичной сфере Вот и все То есть это как бы Ничего Никаких противоречий С этим нет Болевая ЧЛ Это не страшно И не очень фатально Просто нужно Да Реализоваться не вопреки А по каким-то своим Сильным сторонам И тогда все получится Да Тут пишут Что в творческой сфере Не просто реализоваться Да Нужен талант Потому что людей Которые просто поют песни Которым нравится петь Их очень много У нас недавно в Калининграде Мужик с топором Выбежал на уличных музыкантов Накинулся Потому что мне задолбали Петь Цоя У нас очень плохие Уличные музыканты В Калининграде Это прям какой-то кошмар Вот Поэтому да Действительно Нужен талант Не каждый черный этик Талантлив Не каждый джек Талантлив в бизнесе Ну и так далее Ну и не каждому черному этику Нужно идти на сцену Реализовываться И куда-то в творчество Потому что опять же Может быть какой-нибудь Есенин У которого эмоция четвертая Ему просто будет не очень интересно Выступать где-то на публике При этом все сильные функции У него на месте Но он вполне может получить Какое-нибудь там Техническое образование Есть технические сферы Которые связаны По большей части С белой логикой Там вполне себе Есенины могут реализовываться Ну правда это не будет Прям совсем такой реализации Чтобы человеку было классно Но тем не менее У нас просто были примеры Когда люди этим занимались Есть сферы Не связанные с творчеством Но тоже которые подходят Творческим этикам черным Это вообще может быть Любая работа с людьми То есть это может быть Какая-нибудь воспитательница В детском саду Это может быть человек Который там где-нибудь Встречает гостей Там что-нибудь улыбается Людям как-то общается Это может быть преподаватель В какой-то сфере Не связанной слишком сильно С деловой логикой То есть вариантов На самом деле много Поэтому все зависит Очень сильно от человека От того, насколько он Сможет в социуме приспособиться Но у всех типов Равные возможности Приспособиться в социуме То есть нельзя говорить о том Что Есениным там сложнее Джекам легче У каждого есть просто ниша своя Есть у каждого, во-первых, своя ниша А во-первых, у каждого есть Это своя борьба И свои какие-то сложности Потому что Джек может тоже Родиться в такой обстановке В которой ему будет сложно Реализовываться Есенин может родиться В такой обстановке Например, он Есенин У него талант к музыке И он рождается в семье музыкантов Как вы думаете, будут у него Сложности с реализацией? Нет, конечно Он просто пойдет проторенной дорожкой У него будут родители У которых есть вот этот опыт У него с детства будет Будет какая-то ориентация На то, чтобы заниматься творчеством У него есть таланты И такой человек легко И естественно реализуется И это будет в границах типа А так какой-нибудь, не знаю, Штирлиц Который, в принципе, достаточно легко Ну, если так стереотипно размышлять Достаточно легко ему может быть Реализоваться Но он родился там в какой-нибудь семье Странный, не знает своих талантов Не знает своих сильных сторон Ну, в общем, какие-то такие сложности И ему просто чуть сложнее С этой позиции Поэтому это все очень относительно И реализуйтесь с любым типом И все у вас будет хорошо Ну да, вот тут у нас Александра писала Вот у нее Гамлет тип Но это к Есенину близко Вот она фотограф С высокой физикой эмоций Вполне себе То есть какая-то работа с людьми Непосредственно Там при высокой физике Чуть побольше спектра реализации Потому что в материальном мире Можно много чего делать Там картины писать Можно, не знаю, там Парикмахерским искусством заняться Чем угодно Если у человека, допустим, физика низкая Повыше логика где-нибудь Любая образовательная сфера То есть что Есенин, что Дюма Имеют прекрасные шансы Реализоваться в образовательной сфере Стать преподавателем Университетским преподавателем Там преподавать студентам Заниматься какой-то общественной движухой Деятельностью Там какими-нибудь мероприятиями Творческие конкурсы Вечера организовывать То есть куча есть возможностей Для того, чтобы этим заниматься То есть тут весь вопрос в том Осознаете ли вы свои сильные функции Куда лучше податься и так далее Вот там был такой простереотип Что есть какие-то ненужные типы В социуме Это, конечно, жуткий стереотип Был один дядечка Он даже выступал где-то на социнической конференции То есть он там занимается соционикой Он на полном серьезе говорил Что всех гамлетов нужно просто собрать И изолировать от общества Ну это, конечно, просто полное безумие И, кстати, еще был вопрос Мне хочется их прицепить Что будет, если вот соционику Начнут повсеместно применять Мне кажется, это скатится просто В какой-нибудь новый рейх Или просто в какой-нибудь ад Потому что кто-нибудь придет к власти И решит, что действительно там гамлетов Нужно изолировать Или что там габены не нужны Или что дельта это там какая-нибудь Самая низшая квадра И просто всех уничтожить Жуковых в тюрьму Жуковых в тюрьму, да Или что все джеки там Они потенциально аферисты Поэтому мы там тоже с ними Будем что-нибудь делать В общем, очень любят люди Перегибать палку в таких В какую-нибудь такую сторону Поэтому, ну это, конечно, полный бред Я даже не знаю, что здесь сказать Потому что, ну это очень странная идея Почему они не нужны? Они есть Значит, они как-то появились Или если кто-то в ходе там эволюции Отобрались именно такие типы И они сформировались То есть мы не знаем, откуда это Почему оно просто так есть Какой смысл рассуждать? Может быть, какие-то типы не нужны? Какой смысл? Зачем? Это очень легко опровергается Ну вот, допустим Один Жуков какой-нибудь террорист Который захватил заложников А второй Жуков в спецназе Который освобождал этих заложников Ну вот и что? И это самое И как чего? Или, допустим Там представитель одного типа Казался неадекватным А представитель этого же типа Там наоборот Как-то спасает Исправляет ситуацию Принес кучу пользы То есть тут Тип это не весь человек Вот это простая мысль А все Все вот эти утверждения Типа изолировать какой-то тип Это значит просто Приравнять всего человека К типу Всех поделить на какие-то ячеечки И какую-то ячеечку уничтожить Поделиться на ноль в итоге Да Ну это глупость, конечно Очень большая И вообще любая концепция Которая связана с каким-то Насильственным перевоспитыванием Массово людей Это все обречено на провал Это всегда будет сопротивляться Ну встречать огромное сопротивление И это очень страшно на самом деле Если такое Когда-нибудь будет реализовано Но сейчас к этому активно идет Например Китай С этой С темой Социальный рейтинг Может быть знаете Коррекция людей в благих намерениях Это вообще просто самое страшное Что можно придумать Вот то, что хотели коммунисты сделать Воспитать нового советского человека И все это благополучно накрылось Новый советский человек Конечно какая-то формация возникла у людей Но это не то, что хотели сделать Вот Поэтому Они просто сначала поубивали Всех нормальных людей Потом срочно нужно было воспитывать Ну в общем у меня тоже от коммунистов бомбит Давайте сменим тему Давайте сменим Вот Социальные миссии каждого типа Про которые говорит Гуленко Это примерно знаете В ту же степь То есть мы каждому типу Назначаем жесткую какую-то реализацию Если ты Максим Давай строй систему Вот ни в коем случае Не занимайся стендапом И этим самым импровизацией Как вот наш знакомый Павел С которым есть интервью на канале То есть опять же Гуленко исходит из того Что тип жестко определяет Какую-то социальную реализацию Ну или по крайней мере Вот социальная миссия Она как-то к этому жестко привязывается Внутри одного типа Есть гигантское количество Вариантов проявлений Вспоминаем Джеков Лондонов Начиная от музыкантов Учителей физкультуры Президентов Руководителей банков Там кого угодно Вообще Можно определить Какую-то очень общую канвун Например там Что этикам лучше Все-таки работать с людьми Логикам все-таки Лучше там Реализовываться В какой-то такой сфере Но это Такая довольно общая Будет концепция Довольно абстрактная А привязывать жестко Что там всех гамлетов на сцену Всех Габенов сделать поварами Или А всех дюм сделать Воспитательницами детских садов Это немножко странно И было бы неправильно В первую очередь По отношению к самим людям Которых потом Не знаю Начнут применять соционику И начнут всех так вот Распределять Это тоже будет дурь То есть если вы хотите Чтобы кто-то жестко Выполнял какую-то заданную программу Вам нужен просто робот А не живой человек Которому жестко все прописали Он ровно это и делает Вот человек Это все-таки более Хитрая обезьянка Вот И непредсказуемая В каких-то моментах Поэтому здесь вот так вот Жестко запихать не получится Вот всегда будет человек Бунтовать Или не подходить Или всегда будут люди Которые не совсем укладываются Во что-то там Любая типология Она конечно допускает Простор внутри одного типа Иначе бы не было Никаких типологий Вот такие дела Вот Операции в мозге Улучшать, корректировать Ну к этому все активно идет Вот Логики интуиты Активно развивают Медицину Нейрофизиологию Скоро будут клонированные люди С заранее заданными параметрами Эти клонированные люди Потом начнут обычных человеков Гнобить и уничтожать Ну есть такие проблематики Социальные Которые вот только вот сейчас возникают Это когда роботы Становятся все более похожими на людей И скоро они заявят О своих правах Вот Сначала уравняются с людьми А потом подумают Что они выше, чем люди И все На этом все закончится Вот Про Достоявских террористов Мы уже до этого немножко говорили Ну Маловероятно Мы конечно не типировали пока террористов Да Вот Но очень вряд ли Потому что это очень активная Черносенсорная такая среда и обстановка Вряд ли людей с болевой черной сенсорикой туда занесет Вот Что делать с людьми, которые Ты не можешь быть Жуковым Где твой волевой напор Вот это вот Тоже тупизм такой Который многие исповедуют Помню как-то Выступали мы Выступали Была просто у нас такая встреча В Москве Когда-то в семнадцатом году И парень подходил в перерыве И он просто За три минуты выдал такое Скопище Просто самых дебильных Соционических стереотипов Ну из разряда Ты же Максим У тебя обязательно должен быть план На пять лет вперед Ну и все-нибудь такое Максим разве может жить без плана А как же Гамлетт Сыграющий любой тип А волевой напор Думаю Ой все Вот Поэтому вот эти вот все Волевые напоры Все что приписывается черной сенсорике Это про соционическую Про психосовскую волю Вот Жуков может быть няшечкой Вспоминаем Сергея Трофимова Как только вам говорят Про волевой напор Включайте этому человеку Песню Трофимова За окошком снегири За окошком снегири Да Или клипчик Где он ходит С листочками кленовыми осенними И задумчиво так смотрит Вот Или там Нашего Пашу На канале Включайте Тоже Ну где вы там видели Волевой напор Я вас умоляю Но при этом Это черный сенсорик Вот Приходит такой чел На типировании Говорит Я террорист Ну вообще По закону Российской Федерации Нужно сразу сообщать В компетентные органы Про такие дела Может мы конечно И что-то не знаем Потому что у нас бывали случаи Когда мы о людях Узнавали постфактум Что-нибудь Например у нас был случай Когда написала девочка После того как мы ее уже Протипировали Она сказала что у нее шизофрения И вот кстати был вопрос О том что Насколько сильно Психические отклонения Влияют на тип Если человек Нам например Даже у него Например шизофрения Какая-то У нас есть уже Несколько случаев таких Но при этом Человек сейчас Находится в нормальном состоянии И он там Его выпустили из дурки Он Может заниматься Своими делами Работать Там не знаю Наверное какие-то таблетки пить Но поддерживать себя В каком-то нормальном состоянии Из такого состояния Тип виден Все типируется Все хорошо Все нормально Что там происходит с людьми Когда уже это какие-то Прям совсем жесткие отклонения Мы не знаем Там конечно наверное Уже все Не так очевидно И вряд ли таких людей Легко типировать Вряд ли они придут Такими случаями Мы уже не занимались Но если это В каком-то адекватном Проявлении Если у людей Как-то называется Ремиссия какая-нибудь То все хорошо Все на месте Если это действительно Там диагноз Который поставлен Человек может принимать Какие-то препараты И вы можете даже не понять Там люди были Шизофрения Которые со справочками Там все хорошо То есть это медицинский диагноз Человек принимает что-то Чтобы быть более-менее Адекватным в социуме То есть такие люди Могут быть рядом с вами Можете вместе с ними работать И ничего не подозревать особо У нас в универе Была преподавательница Мы потом по факту Узнали что у нее шизофрения То есть такие люди Они нормально в социуме Могут существовать Если они поддерживают Своё состояние Если говорить уже Про акцентуации Например То вообще по некоторым данным Акцентуированных людей В социуме очень-очень много Это вариант нормы Но это пограничное состояние То есть там шизоидное Истероидное Эпилептоидное И так далее То есть многие люди В таком состоянии находятся А что касается невротизированности Так вообще у нас Социум чрезвычайно невротизирован А если взять Самые невротизированные сферы Образования И здравоохранения То там просто это зашкаливает Вот Ну и вообще в принципе Наверное в любых госструктурах Максимально жесткая Вот такая стрессовая Стрессовая среда Для людей Поэтому мы в той или иной степени Все как бы это самое Недообследованные Вот Как нам Я когда на психологии обучался Ну это как бы хихихаха Это расхожая шутка Ну вот Но когда нам на разных Специальных дисциплинах Рассказывали Реально практикующие психологи Которые занимаются И там уже И психиатрическими Всякими вещами И освидетельствованием Например То есть они рассказывают Что таких людей очень много Вот И естественно Ну это В некотором смысле Это норма Но не в том смысле Что это нормально А в том Что это распространено Достаточно широко Такие вот дела Вот Ну по поводу Шизофреников Тоже это очень сложно посчитать Потому что не каждый шизофреник Пойдет к доктору И скажет Здравствуйте Я шизофреник Не ну слушай Если там начинаются Какие-то уже сильные вещи То ты там уже Тебя либо отправят Либо как-то Ну это если кто-то заметит Кто-то отправит Ну не знаю То есть как бы Тут осложняется все тем Что такая статистика Ведется только по тем людям Которые как-то себя обозначили В Питере вот налажено все В Питере да В Питере в этом смысле Там шикарная инфраструктура И много сумасшедших как раз Вот Тут по поводу архетипов Да И я тоже хотела Плавно к этой теме подойдем Хотела рассказать Тут есть такой вопрос Как вы думаете Я так это заеду Как вы думаете Связан ли Тим с архетипом Воин, маг, царь и другие Думали ли вы об этом Тут какая штука Мы об этом не думали И каких-то параллелей Не проводили И мне кажется Что искать здесь Какую-то прямую связь Смысла нет Потому что все вот эти архетипы Это один из способов Писания мира Один из способов Писания того Что в нем происходит Людей Чего-то такого очень общего Очень глобального Очень часто говорят Что это все описывает Энергии какие-то Вот Поэтому вы можете использовать Это как способ описания И можно найти Какие-то сходства Что в каком-то типе Есть там то-то В каком-то типе Есть то-то На самом деле Если взять вот тип И архетип Тип это очень маленькая структура В контексте одного человека Архетип это более глобальная Такая фигня В которой Очень много всего Предполагает У которой очень большой контекст Поэтому связать Вот что-то такое Большое и маленькое И как-то это Попытаться уравнять Мне кажется Смысла нет Вот И плавно переходя К тому о чем я хотела рассказать Архетипы Воины Маги Первые образы Коллективного человечества И вот это вот все Бессознательный Да Я хотела В общем-то Вам рассказать О своем новом проекте Который я начинаю И пригласить вас Так сказать На огонек Я уже какое-то время Занимаюсь Обучаюсь Занимаюсь Я уже обучилась Я занимаюсь Таро Вот Это такая Странная Эзотерическая тема В которой как раз Очень много про архетипы Про первообразы Про всякие разные энергии И в первую очередь Это конечно философская система Но также ее используют Для каких-нибудь там Консультаций Диагности Для саморазвития Много для чего используют Вот Я планирую об этом Начать говорить Рассказывать И если вам интересна Эта тема Я скину Сейчас в чат Ссылочку Там абсолютно Пустая нулячая группа Потому что Это все решалось Абсолютно спонтанно Если вам интересна Тема Таро Или вам интересна Вообще эзотерика Но вы например Не интересовались Таро Вы можете вступить в группу Там будет появляться Всякая разная информация В скором времени Времени И скоро я объявлю Вебинар на эту тему Вот На вебинаре я Поотвечаю вообще На какие-то общие Темы связанные с Таро Особенно меня волнует Тема стереотипов Связанных с Таро Я вообще сама прошла путь От человека Полностью отрицающего Все эти вещи До человека Который вот теперь вам Объявляет что Здравствуйте я Таролог До консультирующего Да Что это Зачем Это тоже один из способов Описывать людей И как-то расширить Представление о себе О мире Вот Что еще Вот в этой группе В которую можно будет Вступить Там еще постепенно Будет не только Таро Будут и другие темы Но пока Таро Это основная Вот поэтому Буду выкладывать Всякие разные расклады Будут интересные рубрики Будут наверняка Какие-нибудь видео Об этом И будут консультации Вот поэтому Если вы хотите Спросить Какие-нибудь странные темы Можете писать мне в личку Мы с вами Пообщаемся Поэтому Вот Ну и там же в группе Там какие-то темы будут Для задавания вопросов Да Да Темы обязательно появятся Чтобы там оставить Значит смотрите В соционике Карты Таро Пытались их привлечь В соционические типы Даже в старых книжках Соционических Было такое распределение Там Паш Кубков Дама Пентакли Вот это вот все На самом деле Это просто было предложено В качестве некой Группировки Малых групп типов Вот Но если разобраться В самой теме Таро Которой и Юнг тоже занимался У него есть своя Вот это вот И колоду Он даже по-моему там Создавал дизайн То есть вот Те старшие арканы Которые там существуют Вы можете посмотреть На Википедии Есть описание Такие самые общие Вот Там тоже зашифрованы Вот Те самые архетипы То есть у нас же Центр занимается Центр называется у нас Архетип Вот Поэтому Те образы Которые там зашифрованы Они некоторые похожи На соционические типы Например Вот Поэтому Эта тема такая Очень глубокая Она с глубинной психологией Связана Ну и тоже Она интересна тем Что вот как Соционика Есть намеки На то что еще В Древней Индии Соционические какие-то вещи Уже знали тогда То есть было разделение На вот эти вот Варны Вот Были вот Деление на Воинов Земледельцев Ремесленников И так далее Торговцев То есть это было похоже И точно так же Как и в Соционике У нас есть типы Точно так же И в Таро Какие-то типы Типажи Там описаны Есть люди У которых Это как-то проявлено В жизни То есть это тоже Можно смотреть Таким образом На мир Потому что Есть разные способы Познания Вообще реальности Есть научный способ То есть мы когда Собираем Некие данные Ставим эксперимент Проверяем Опровергаем старые теории Предлагаем новые теории Как гипотезы И таким образом Научные знания Развиваются Есть религиозная Картина мира Когда человек И религиозное познание Пытается как-то понять Что происходит Вокруг Черт возьми Вот И как бы Карл Густав Юнг Поскольку был человеком Очень широких взглядов Он занимался И психологией И глубинными Вот этими образами Архетипами И многие Явления Вроде синхронистичности Он описывал И точно так же Интересовался темой Таро И темой трактовки Сновидений Потому что Какие-то символы Из Таро Могут приходить во сне Вот Поэтому такая вот Такая вот дела Такие вот дела Такс 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 А вот Ну Возможно На что ответил Там что-то писали Вот такие дела Вот Это то что мы хотели Рассказать По поводу секретов Да По поводу всякой дичи Второго Приходите на вебинар И затронем эту тему Потому что Вот стереотипы Там тоже много всякого Везде дичи много Везде дичи много В любой системе То есть если вы начинаете Интересоваться соционикой Там много дичи Если вы начинаете Искать по эннеограмме Что-нибудь Там наверняка Там много дичи Вот И точно так же В любой психологической среде Допустим там Юнгянский анализ Фрейдизм Там тоже много дичи То есть тут как бы Все зависит от того Какой человек этим занимается Что он в этом находит Как он это преподносит Вот Поэтому тут все зависит От вашей картины мира И от того Что именно вам В данный момент актуально По поводу вот Интерес к Таро Интуиция в целом Вы знаете Я посмотрела Кучу всяких разных Тарологов И среди них Огромное количество Например сенсориков Они прекрасно этим занимаются Ох Ну сейчас не пойдем В какую-нибудь эзотерику Но когда вы занимаетесь Там Таро Или какими-то другими Практиками И какими-то еще вещами Там включаются штуки Другого порядка Чем тип Поэтому Всякие разные Эзотерические вещи Эзотерические знания Их нельзя свести К интуиции Это будет просто неправильно Просто потому что Интуиция Это такая установка Где-то в психике человека Такая небольшая Которая влияет на его восприятие А когда вы идете там В эзотерику И начинаете работать Со всякими тонкими вещами Это абсолютно другой план И ну Просто не стоит это приравнивать Не стоит проводить эту связь Поэтому Таро интересуются Вообще абсолютно разные типы Там вплоть до Какой-нибудь Робеспьер И Наполеон И оба будут сидеть И оба будут рассказывать Вам что-то о Таро И будет интересно И тому и другому Поэтому это уже такие вещи В которые Какой-то Закономерности Тимной Ну вот я не вижу Пока Ну точно так же Как и с астрологией И с научностью Потому что есть типы Которые Яро выступают за научность Только за научную картину мира У них бомбит От лженауки От любой От соционики У них бомбит тоже Потому что это не научно Не доказано Тра-та-та Есть представители Таких же типов Которые увлекаются Самой лютой эзотерикой Вне телесный опыт Какое-нибудь там Астральное путешествие Что угодно Астрология В самом таком упоротом виде То есть это вот представители Такого же типа Но вот с другой картиной мира Поэтому вот такие дела Как применять эти Таро И для чего они нужны Я сейчас не буду рассказывать Тоже вступите там в группу Но хотя я думаю Я здесь на канале Объявлю вебинар Вот Поэтому я там Про это все расскажу Так что Если не интересовались Таро Но поглядывали в сторону Соционики Тоже приходите Я думаю будет интересно У нас много кто Даже приходит типироваться Они так или иначе Среди своих интересов Это указывают Рассказывают Вот Поэтому Вообще соционика и Таро Действительно там кто-то писал Плов тот соционик Который не интересуется Эзотерикой И соционика и эзотерика Почему-то где-то близко ходят Я много встречала Тоже какую-нибудь девочку Которая говорит Там я таролог И тут же пишет что-нибудь Про соционику Ну на таком любительском уровне Но тем не менее То есть эти вещи Они цепляются Ну скорее всего Потому что соционикой И эзотерикой Занимаются люди Которым интересно Познание мира Себя Какое-то расширение горизонтов Поэтому они идут сначала туда Потом туда Вот И так или иначе Пересекаются эти темы Но которые очень сильно Не держатся за Вот научность Как явление Потому что в принципе Такой человек Вряд ли пойдет Такие темы То есть если это не доказано Научным сообществом Значит этого не существует Поэтому такой человек Ну это от себя отсекает Ну да То есть те люди Которые не рассматривают Таким образом У них другая картина мира Они легко от этого абстрагируются Ну вот Там кто-то писал Четвертая логика Эзотерика подъехала У Афанасьева было Про то что там Высокие эмоции С низкими логиками Чаще этим интересуются Но по факту Опять же можно Можно наковырять Просто подборку Всяких разных эзотериков Есть например Бухтияров Который логик С первой логикой Еще и логик сенсорик И вот он занимается Эзотерикой Абсолютно дикими вещами Поэтому Лучше не отрицать Какие-то части мира Потому что можно Из жизни упустить Что-нибудь интересное Поэтому может быть Вам это пока что Неинтересно и непонятно Но может быть Там все-таки что-то есть Поэтому люди этим Так активно интересуются Ну да Тут про Дудя Это самое Ну скорее всего Что в Эфл В Эфл похож больше Да Эмоции там высокая Логика у него четвертая Вот мы про Дудя По-моему где-то Где-то говорили Вопросы про Таро Ребята Все вопросы про Таро На другой вебинар Да А у тебя есть там тема Для вопросов Нет пока Там пока ничего нет Там есть картинка И больше ничего Тут уже вопрос Про этих черных этиков Ну можно про Да То что черные этики Гениально общаются с публикой Это миф Замечала Что черные этики Интроверты На сцене могут быть Стабильно пассивными И закрытыми От публики От публики Войнаровская И Пулатова Например Хороший пример Кстати Да Ну как сказать миф У черных этиков Просто есть потенциал Для того чтобы Работать на сцене Очень круто Особенно если это Черные этики С высокой эмоцией Пример Там какая-нибудь Верка Сердючка Вот Пример может немножко нелепый Но Данилка Реализовался очень круто Именно за счет того Как он работает с публикой И это его вот Главная фишка Он это делает так Как никто И вот если брать Даже не только Черных этиков А в принципе Каких-нибудь музыкантов С ценностной черной этикой Они действительно умеют Это делать очень круто Но это вопрос Не только лишь Черные этики И типа Это еще вопрос Опять же Там психотовской эмоции Личностного чего-то Потому что бывают Черные этики Которые в жизни Никогда на сцене не были И если их туда вытолкать У них вдруг Не откроется Там какая-то Что-то внезапное Какие-то возможности И они не сделают Что-то абсолютно гениальное Тут же То есть все равно Это какой-то навык Его нужно как-то наработать И нужен какой-то Хотя бы минимальный опыт Для того чтобы Там эту черную этику Как-то Чтобы она проявилась Как-то достаточно ярко Поэтому это не то Чтобы миф Просто Нету жесткой заданности Опять же у проявления типа Есть личностное Есть наполнение Есть возраст Есть личный опыт Вот Поэтому учитывайте это И все Будет хорошо Описание темов От Стратеевской Это очень-очень плохо Вот Потому что там описаны Какие-то Стратеевская Создавала фанфики До того как Еще появился ВКонтакт То есть там Очень сильно Преувеличены Какие-то вещи Очень много Поведенческих Частных моментов То есть они с типами Не связаны То есть у Стратеевской Очень подробно Но не про то Вот Ну как бы многим нравится Потому что подробно Описано Все интертипные Описало У кого как с кем Вот Ну там даже если Ну просто почитать Там видно что Часть завязана на психософию Скорее всего типы Совсем не те Ну в общем это уже Неактуальная информация Лучше на это не ориентироваться Вот Кто там пришел Вот тут пришел котик Это наш быстрый Гонсалес Иди сюда А мы тут с тобой Теперь я Жуков А ты Гюгула Конечно Вот тебя и протипировали в Гюгула Наконец-то Ну-ка покажи Вот она Вот она Это быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес Очень быстрый По совместительству Горгонзола Вот Но вообще Фитюлька по паспорту Да Вот такая вот Очень большие уши Она на этом самом На интервью Которое мы По психософии Анкета Она там прям Пофорчала Ашу микрофон Да, если она захурчит Она прям Похурчит вам Да Квадровые комплексы Это тоже Фигня полная Потому что То, что там описано Комплекс Зажатого рта Что там еще Подрезанных крыльев Вот это вот все Катя Габен Тимур Гексли Неплохо Неплохо Да Что-то очень сильно старается Но куда-то Непонятно куда Вот Поэтому Вот эти вот все Что там еще Комплекс шестерки Нет таких штук Которые бы вызывали Батхерт Сразу четырех типов Вот Потому что Если реальных людей Все-таки увидеть Многие соционические работы Старые написаны так Как будто Эти люди Писавшие про соционику Про тип Они не видели живых людей Вот То есть Там описаны Какие-то очень странные личности Которые должны Вроде как себя Как-то определенно вести Они себя В реальной жизни Ты его видишь Он, блин, так не ведет себя Ну вот не ведет и все И вот чем Когда ты увидишь Таких сто человек Которые не ведут себя Так как написано в описании Где-то должна бы Как бы закрасться мысль Что что-то не то Наверное описание Поведение Наверное все-таки не связано С описанием И с типом Вот И тип нужно искать Где-то в другом месте У нас тут есть еще одна тема Из заготовленных По поводу дичи Какая мина Как и зачем Компенсировать болевую О, да Это нам тоже подсказали Во время типирования Очень интересная Была история Мужчита Пришел к нам типироваться И он думал Что у него болевая Черная сенсорика Но при этом Почему-то подозревал Что вот Ему интересны Какие-то черносенсорные темы Его тянет К черным сенсорикам И у него есть Какие-то мысли По поводу Там захвата влияния Власти Вот это вот все Но при этом Он считал Что у него Черная сенсорика Болевая И он вот думал Как же так Вроде она болевая Но может быть Это какая-то компенсация Или опять же Моя любимая тема Что тип как-то нарушен Помят Там сломлен Пококожен В общем никакой компенсации Болевой не нужно Все оказалось гораздо проще Все гораздо проще Эта болевая Оказалась просто сугестивной Поэтому это интересно Поэтому тянет К черным сенсорикам Поэтому мелькают Такие мысли И поэтому человек Вообще находится В таком контексте То есть все просто Нет никаких усложнений Нет никаких там Тра-та-та Почему И напрямую Вот связано это с тем Что почему Этот же человек спрашивал Почему у меня так тянет К ревизорам То есть он предполагал Что он Достоевский Его непреодолимо тянет К Наполеонам И он сделал вывод Меня тянет К ревизорам И вот у него был такой вопрос Почему Почему тянет К ревизорам А потом Когда его протипировали Все оказалось Очень просто Понятно Легко Поэтому если вас интересует Болевая Если вас интересуют Ревизоры Если вас непреодолимо Тянет к конфликтерам Скорее всего Это просто не конфликтеры Не ревизоры И болевая Не болевая И не нужно искать Каких-то здесь Сложных ответов То есть даже если захотеть Как-то скомпенсировать Болевую То о чем мы говорили С вами сегодня Чуть раньше То есть вы даже Не будете знать Что именно компенсировать В вашей психике Не предусмотрено Такого места Которое бы вам сказала Что вот это болевая И вот тут вот надо Как-то что-то компенсировать То есть вы не понимаете Вы топчетесь на месте Пытаетесь что-то найти И не находите Файл не найдет Вы не знаете Что компенсировать То есть вот такая Получается ситуация То есть болевую компенсировать Нельзя В этом нет никакого смысла И у вас не будет К этому даже желания То есть конечно Вы просто не там Ищете болевую Миронов Это твой любимый Демоническая соционика Демоническая соционика Это одна из моих любимых Ну это Это соционики Вот есть соционики Восьмидесятых Девяностых Это вот из социоников двухтысячных вот она да мы же хотели не переходить на личности там очень жесткий вот максимально творческий подход к признакам рейна признаки рейна мы про них рассказываю что они большинстве с вами работают и по ним типировать не не стоит вообще нет смысла никакого даже позитивизм негативизм тоже такая неоднозначная штуковина потому что реально на практике это не всегда срабатывает именно так как хочется гадание от слова гад до придумали какие-то рептилоиды и вообще тра-та-та поведи соционика не поведение человека поведение интеллекта ну можно и так сказать в принципе это не будет большой какой-то ошибкой и противоречия потому что было такое предлагался такой термин не помню кем что 16 типов это 16 типов интеллекта ну и те же разные бывают эмоциональные из из позиции соционики посмотреть бывает интуитивный интеллект сенсорный логический этический вот и он может быть разный то есть человек может вертеть супер-пупер абстрактные супер штуки допустимо там логик интуит но в плане сенсорного интеллекта он в быту просто полный лох допустим рядом сенсорик у которой высокая физика он смотрит и думает что с тобой не так почему ты и в бытовой ситуации теряешься но этому же сенсорику вот этот логик интуит дает какой-нибудь квантовый интеграл покрутить и все сенсорик думают на хрена мне это надо пойду поем вот интеллектуальные вот эти вот задатки интеллектуальная направленность это во многом завязано на социальный тип то есть именно на характер информации как она еще будет работать эта психософия дополнительно все подсказывает и показывает компенсировать болевую перевести в русло творческой но кстати болевая да она может компенсироваться с позиции других функций то есть вы себе вот эту информацию которая по болевой вы можете воспринимать как-то по-другому какие-нибудь там обходными путями или объяснять себе это как-то иначе через ну на понятном для вас языке то есть ну в таком смысле да она в плане что компенсация болевой как какое-то активное ее проявление такого не бывает и смотрите в чем прикол чем сильнее у вас творческое выражено тем более болевая ваша болевая потому что это противоположные аспекты они конфликтные черная интуиция не дружит с черной сенсорикой это максимальные аспекты которые друг другу противоречат противостоят никогда не договорятся никогда не пойму друг друга вообще никак никак это точно так же как черная логика с черной этикой белая этика с белой логикой они вообще несовместимы именно поэтому вот когда человек говорит про творческое говорит вот такой-то аспект вот так правильно вот так нужно а при этом болевая у него из внимания ускользает то есть так психика устроена как такие весы. На этот вопрос на это ответим. Так, какие-то советы при типировании на семинарах, как преодолевать гендерные стереотипы для того, чтобы принять свой тип. Мы даем рекомендации на индивидуальных консультациях, когда мы знаем человека соционический и психософский тип, мы сразу же, ну, видим, какие у него особенности, как это все проявлено, и, исходя из его запроса, мы отвечаем на те вопросы, которые у человека возникают. В том числе, они могут быть связаны с гендерными стереотипами. Ну да, мы объясняем вообще, как его тип там проявлен, ну, как правило, мы уже объясняем и соционический, и психософский тип отдельно. Как он проявлен, как это работает, с какими сложностями человек может столкнуться, на что ему обратить внимание, там, как работать с соционическим типом, как с психософским, ну и, само собой, на какие-то принятия себя, на принятие себя это тоже будет заработать, если человек к этому готов. Ну да. Ну, у нас есть вот профориентация, она полностью заточена на поиск подходящей деятельности. А есть стратегия жизни, это более глобальная такая идет картина, мы человеку описываем, как у него сочетаются типы, как бы ему получше свою жизнь выстроить, чтобы ему она подходила. Потому что бывают ситуации очень разные, и какой-то человек может быть абсолютно нормальным, но у него окружение состоит из типов, которые ему не очень подходят, и они ему, допустим, транслируют какие-то свои приоритеты, которые ему не подходят. Он думает, блин, что со мной не так? Вот. И все дело в том, что вот не хватает иногда обратной связи, чтобы понять, почему я такой? Вот этот вопрос, с которым очень многие приходят в соционику. Вот. Все квадры прекрасны. Давайте жить мирно и дружно. Просто такая Леопольд. Мужик должен быть главным в семье, проявлять волю. Ну, по факту же это не так. Далеко не всегда так бывает. Есть разные модели вообще взаимодействия. Есть часто, когда там женщина главная, есть когда мужик главный, есть когда никто не главный. Ну, самая, ну, единственная нормальная модель, да, это какое-то равное партнерство. Потому что если там мужик главный, какой-то это дикий патриархат, ну, сейчас это в каких-нибудь на востоке, в восточных странах, где это очень жестко. Ну, и где вы там видели счастливых женщин? У них там, они могут только сидеть, штопать, плакать. И не выходить на улицу. Да, и выходить на улицу. И опускать глаза, ничего не говорить. Ну, то есть, ну, это не отглата. Терпеть побои. Ну, да. Опять же, то есть, любой перегиб, в любую сторону, это всегда влечет за собой какие-то неприятные последствия. И угнетение. Ну, да. Есенина с первой волей пока не видели. Почему? Не видели? Нет. Пока не видели. Всяких разных... А, ну, да. Всяких разных первовольников видели, Есенина пока не видели. Ну... Ну, первовольники тоже не так, чтобы прям очень часто приходят. Ну, захаживают. Ну, и нередко. Да. Вот у нас на марафоне у нас прям первовольников. И среди участников, и среди предложенных анкет тоже. Вот, поэтому хватает. Хватает, они есть. Но не так часто. Первых физик всё-таки побольше, чем всех остальных единиц. Стрелочка не поворачивает. Вот эти все дела. Так, что ещё у нас там из заготовленных каких-то тем соционической дичи? Да, вроде всё. Основное мы рассказали. То, что хотели поделиться какими-то самыми дикими вещами в соционике. Руки, бальки. Ну, зачем? Расскажи об этом. Ну, что рассказать? Ну, есть такой стереотип про руки, бальки. Я не знаю, чего ты от меня хочешь. Тебя типировали по рукам бальки? Меня не типировали. Просто я нашла где-то пост соционический про руки, бальки. Там было очень подробно описано про то, что бальки, они все такие трудяги. В общем, они трудятся без конца, и поэтому у них получаются руки, бальки. Вот у меня, можете посмотреть, у меня каноничные руки, бальки. Эталонные. Да, эталонные. При этом я ничего руками такого не делаю. Никакой трудяга я не являюсь, даже балькой. Просто есть такой стереотип. Я просто периодически шучу про руки, бальки. Вот можете посмотреть, у вас руки бальки или нет. Можно сверить. Это эталон. Да, то есть у меня прям вообще, у меня прям описание мне подошло на 100%. Такого со мной никогда еще не было. Меня никогда так точно не типировали. Ну это такой мем, да. Это такая крайность типирования. Одна из разновидностей такого дичи по физиогномике, по физиогномическому типированию. Вот. И туда же идут, кстати, в старой соционике, Филатова, по-моему, составляла какие-то дикие картотеки фотографий представителей какого-то типа. Очень часто там похожие представители выбирались по похожей форме носа и очков. И якобы это должно помочь как-то в типировании. Но это изначально такая идеалистическая позиция. Когда-то давно я думал, что это действительно так, что это правильно, когда я соционику только-только начинал изучать. Мне казалось, что вот эти внешние признаки, на них можно опираться, и что они могут помочь в типировании, и что это очень правильный аргумент. Но очень часто реальность оказывается не такой, как мы о ней думаем, особенно когда набирается опыт, и ты понимаешь, что внешность может быть очень похожей, но она ничего нам не говорит, и она не подсказывает, она только запутывает. Руки бальки, руки базуки. Руки базуки, наоборот. Да, руки базуки говорят о том, о каком аспекте. Руки базуки. Поэтому вот эти вот все галереи, там просто собирают похожих людей с похожей бородой, с похожими очками, и якобы они должны быть тождики. И в качестве аргумента, вот ходила я как-то на форум, на социальнический, там до сих пор пытаются меня протипировать. То есть там идут бесполезные вот эти вот дискуссии, там каждый приводит свою аргументацию. То есть если у человека шевелится хоть немного лицо, то есть у него двигаются брови, то есть у него нейронные связи с лицом существуют, то есть он живой человек, у него как-то шевелится лицо, это вот для некоторых это показатель черной этики. Ну это аргумент того, что я Есенин Газали, или кто там, или Гамлет, я уже не помню. Вот. Точно так же эти все вот галереи с похожими людьми, там смотри, он похож на моего соседа, такая же борода, это точно гюго, вот это все бесполезное, просто сотрясание воздуха, это все в никуда. Даже если человек похож внешне, какую-то похожую фотку вам кидают, а вот он точно такой же, как вот этот, это ни о чем. То есть это никак не говорит о его типе. Вы можете начать его слушать, типировать аспекты, которые он озвучивает, и это кажется вообще кто угодно, абсолютно. Вот. Поэтому бывают всякие такие вещи, которые никак не подсказывают. И попытки людей как-то систематизировать по внешности, ну, это не про соционику. Можно выбрать каких-то типичных, характерных, может быть, стереотипных представителей, но это всегда будет только часть. Там, выбрать каноничных драйзеров, несколько штук, и вот их показать, и вот они вроде как похожи, но обязательно найдется драйзер, который на них не похож. Вот. И тут как бы физиогномика не срабатывает. Такие вот, такие вот дела. Просто ты живое воплощение человека. Я и есть черная этика, да. Да. То есть я и есть воплощение черной этики. Такие вот дела. Вот. Что еще? Поскольку у меня типировали в 12 типов разных, и каждый из типераторов просто абсолютно уверен, что он прав. Очевидно, что? Очевидно, что. Вот. То, в общем-то, это ни к чему не приводит, и можно до бесконечности это все мусорить. Квестимы, деклотимы, это все очень плохо. Вся вот эти призраки Рейнина, как мы их называем, они не подтверждаются на практике, они не работают. Квестимность, деклотимность путается с психософской логикой очень часто, и с кучей еще других случайных факторов, и протипировать по признакам Рейнина нормально, вменяемое, ну нельзя. Я ни разу не видел адекватного типирования, чтобы человек опирался на признаки Рейни, и у него что-то вменяемое получалось. Вот. Такие вот дела. Это никак не связано, да. Деклотимы, квестимы, как вам? Нам плохо. Плохо очень. Квестимы, деклотимы, тактики и стратегии, и вся вот эта вот фигня. Мы очень много говорили, у нас был целый вебинар, по-моему, на эту тему, всякие разные концепции в соционике, которые нужно просто вытянуть, потому что в соционике очень много теории и нет никакой практики, потому что у меня такое ощущение, что большинство социоников, они потепировали по бровям, и дальше с людьми не общались, не смотрели, как это проявляется, не собирали никакую обратную связь, просто потепировали по поведению, и на этом всё, а дальше оно не работает, дальше просто всё сыпется при первом же вопросе, при первой же обратной связи, и в общем, поэтому все эти деклотимы, квестимы, это очень плохо, и непонятно, зачем это нужно, если есть аспекты, есть базис юнга, и если вы умеете с этим обращаться, этого уже достаточно для того, чтобы нормально типировать. А всё остальное, опять же, это усложнение, это попытка множить сущности, это попытка объяснять дыры в собственной какой-то методике, человек видит эти дыры, но вместо того, чтобы понять, что это дыры, и нужно просто посмотреть на это как-то иначе, начинают выдумываться какие-то сложные концепции, поэтому я сказал. Признак решительный-рассудительный, мы его применяем, но мы применяем его в контексте аспектов, то есть если человек из решительных квадр, значит у него просто ЧС ценностная, она у него озвучивается в качестве неболевой, в качестве ценностной, вместе с дуальным для ЧС аспектом БИ, и всё, то есть этот признак Рейнер, он не нужен, он ничем не помогает. Если мы слышим у человека ценностную ЧС, это значит, что он из гаммы или из беты, и всё, то есть нам не нужен для этого отдельный признак решительность, ага, вот мы и услышали, точно так же, как с рассудительными квадрами, с периферийными. БС, чьи есть ценностях, всё, это периферийная квадра, нам не нужен никакой дополнительный признак Рейна, чтобы это как-то понять. Сейчас есть ещё там чёрная квестивность, белая деклативность, то есть оно пошло ещё дальше, но зачем, непонятно. То есть оно даже на каком-то первом этапе плохо работает, зачем, зачем? Ну, тут кто-то писал, что типа Рейнер – это абстракция, вот просто это самое, не осиливать, там нечего осиливать, нечего осваивать. Я читал первый источник по признакам Рейна, сам Рейнер толком не понимает и не может объяснить, что это за признаки и где они проявляются, и для чего они вообще нужны, непонятно. То есть он тоже, как и соционики первой волны, он набросил такую сырую теорию, а дальше делайте с этим, что хотите. Ну и каждый начал к тому, что гораздо трактовать, эту всю ерунду. И в итоге даже появились целые направления по соционике, которые завязаны на признаке Рейнера. Некоторые умудряются цепировать и по психософии, и по признакам Рейнера, и всё вместе до кучи, и просто остаётся только вышибить себе мозги с помощью двухстволки, например. То есть как бы вообще непонятно, зачем эти излишние усложнения, если можно определить по аспектам базиса Юнга. То есть признаки Рейнера – это лишние сущности. То, что касается позитивизма, негативизма, ну, в части случаев это работает, иногда это очень ярко заметно. Но не стоит забывать, когда позитивист чего-то критикует. Я сразу, как только речь идёт про позитивизм, негативизм, я сразу предлагаю вспомнить Алексея Навальный. Откройте любое его видео, он там всё критикует, например. Но это позитивист. То есть как бы где оно, не срастается немножечко. Можно сказать, что он такой негативный. Ну, всё. Вопрос в том, что вы под этим подразумеваете. Вот. И зачем. Про толковое описание. С описаниями вообще всё очень сложно. Опять же, из-за многообразия типов. Описание описывает там что-то очень частное, очень общее. Нужно всегда делать скидку на разные варианты. У нас описание есть в книжке, и, возможно, мы скоро запишем в видеоформате рассуждения по поводу типов, какие-то описания, какие-то общие штуки. Поэтому следите за обновлениями. Позитивист на обгон. Тебе зачем? Позитивист идёт на обгон. Может быть, да. Такс, такс, такс. Поэтому позитивизм, негативизм, да. Вот признак, который работает, это аристократы-демократы. Вот. Он ещё назван коллективисты-индивидуалисты. И то тоже иногда с оговорками. С оговорками. Он может по-разному очень проявляться, странно, непривычно. И сам этот признак ещё, он дополнительно нуждается в том, чтобы его подробнее развернуть, не совсем так, как это было в первоисточниках. Иначе это было бы слишком просто. И он проявляется не у всех. То есть есть случаи, когда этот признак довольно ярко видно, и тогда мы на него опираемся. Бывает случай, когда его не видно, и он никак не проявляется, ну, либо просто в контексте типирования или какой-то ситуации у человека это вообще не проявлено. Ну да. Поэтому вот из признаков Рейнина мы почти от всех отказались. То есть они не нужны в типировании. Вот. И мы предложили и нашим студентам на марафоне и на курсах мы в методику, когда рассказываем типирование, как именно нужно типировать, прям пошагово. То есть мы говорим, что на признаки Рейнина лучше не опираться. Так будет проще. Реально лучше будет точность. Просто не запутываться, не заморачиваться с этим. Вот. Такие дела. Ну что, будем потихоньку. Будем потихоньку уже завершать. Может ли Жуков быть меланхоликом? Легко может. С какой-нибудь низкой физикой и всё. И низкой эмоцией, например. То есть может быть. Кто там? Все хорошо. Все хорошо. Вот. Так что вот такие. Достоевского мы ещё не типировали. Как-нибудь доберёмся, перепроверим. Но вряд ли он Достоевский. Вот так. Ну, в смысле этика интуитивный интроверт. Да. Да. Вот. Сюрприз уже был. Сюрприз уже был. За ещё раз под занавес. Сюрприз был в... Вот он сюрприз. Вступайте в эту группу и там увидите сюрприз. Да, в общем, я занимаюсь Таро, я Таролок. И буду теперь рассказывать ещё и об этом. Это будет всё отдельно. Вступайте в группу, скоро будет вебинар. И приходите поболтать на всякие такие странные штуки. Если вы интересуетесь Таро, круто. Если не интересуетесь, но интересуетесь эзотерикой, я тоже что-нибудь расскажу. Потом ещё будут всякие другие темы, помимо Тарода. Это чуть попозже. Вот. Так что как-то так. Да. А Центр Архетип продолжает заниматься соционикой и психософией. Да. В Архетипе никакой эзотерики не будет, не переживайте. Потому что мы являемся сторонниками несмешивания того, что не надо смешивать. Да. Потому что вот. Потому что пытались уже смешивать Таро и соционику, ничего толкового из этого не уходит. И, кстати говоря, вот есть, встречались вот разные центры там или люди отдельные, которые занимаются в основном эзотерикой и в качестве довесочка ещё туда соционику приплетают. Вот в 100% случаев эта соционика была очень плохая. Нельзя соционикой заниматься просто как побочной какой-то фигнёй. Вот. То есть либо вы занимаетесь этим полностью и реально вникаете в это, а просто почитать Гуленко-Страдиевскую и сказать, что я теперь ещё и соционик, это очень плохо. Потому что в старых книжках по соционике там нет того, что можно было реально применять. Если человек этого никак не понял, не обработал, это значит, что он просто бездумно пересказывает книжки, которые уже устарели. Да, я слышала такие стереотипы как раз от людей, которые занимаются там эзотерикой и параллельно соционикой. Там, например, если у вас сугестивная чёрная этика, что для того, чтобы себя лучше почувствовать, вам нужно посугестироваться. А чтобы посугестироваться, нужно почитать анекдоты. Если у вас сугестивная чёрная сенсорика, вам нужно на машине быстро покататься. В общем, это такие штуки, которые, ну так, лучше бы они этого не говорили. Ну, примерно такая же ситуация, когда человек, например, психолог в основном и ещё немножко соционик. А я ещё могу про соционику рассказать. Вот тоже это лажа. То есть просто там соционика такая ни о чём. В лучшем случае она просто пересказана бездумно от кого-то. А чаще всего там просто какая-то шиза. Поэтому смешивать не надо. У каждого инструмента есть своя область применения. Это как классика про забивание гвоздей микроскопом. То есть гвозди мы забиваем молотком, в микроскоп мы смотрим с другими целями. Вот так и тут. Сционика, психософия и всякие другие подходы, они... В общем-то, да. Лучше как-то наслаивать что-то там. Одно, другое, пятое, десятое. Это как-то расширяет восприятие. И не взбалтывать. Да, но главное не смешивать. Окрошка, да, может быть. Ну не всегда окрошка. Рататуй. Да, может получиться что-нибудь. Баланда. Что-нибудь, ну, такое вунш-пунш. Вунш и пунш, да. Вот такие дела. Ну что, будем тогда закругляться. Вот, спасибо, что были с нами. Желаю всем приятного вечера. Спокойной ночи у кого уже ночь. Вот, и надеюсь, что сегодня мы помогли хоть немного соционическую грамотность продвинуть и какие-то стереотипы опровергнуть. И какую-то дурость вы уже не воспримете за объективную истину. Если вам кто-то расскажет, что он может сыграть любой тип, вы знаете, что ему ответить. Вот, такие дела. Ох, я сейчас так рассуждала про окрошку. Тебе больно наверняка. Ты говоришь окрошка, и чувствуешь боль. Это было такое глубокое рассуждение об окрошке. Удар по болевой с помощью окрошки. Сенсация. Просто смотреть до конца. Все, всем пока. Все, пока-пока. Счастливо.